Всем привет, вот. Привет, Василий! Мне очень приятно, конечно, у меня всегда были разные отношения с математикой, сегодня я разговариваю с, наверное, самым известным популяризатором математики у нас в России. С самым большим самопиарщиком, как многие считают, неприязненно это выдавая, да, что самопиарщик. У меня всегда было такое чувство смешанное, с одной стороны, зависти, а с другой стороны, восхищение по отношению к крутым математикам, потому что у меня всегда было сложно с математикой, короче говоря, по-разному, по крайней мере. И когда разговариваю с человеком, который круто знает математику, математическую экономику, хотя это математическая экономика всегда резала слух, типа такой масло масляное, как будто бывает не математическая экономика. Ты знаешь, я должен быть объективным и сказать, что с тобой многие не согласятся. Это я знаю. Вот, и я даже скажу, что есть мнение наоборот, я иногда в качестве шутки его привожу, что специальность математический экономист это как морская свинка, которая ни к морю, ни к свинье не имеет никакого отношения. И многие считают, что математический экономист, соответственно, тоже ни к тому, ни к другому. И поэтому возникают сложности часто, что я, например, напишу какую-нибудь статью. Это бывает редко в последнее время, но иногда все-таки бывает, что я отвлекаюсь от популяризации, да, самое мое, конечно, фишка это популяризация. Но если я все-таки напишу какую-нибудь математическую статью или напишет кто-то после того, как мы обсудили, ну, на самом деле, я, как бы, текстов, я не могу, да. И вот я, мы начинаем ее пытаться публиковать, вроде красивый результат, да, но приходишь к математикам в журнал, ой, что это за тревятьщина. Я говорю, вы знаете, что еще как, вот мы не можем найти, чтобы были упоминания об этом факте, он же красивый такой, да, вот красивый факт. Вот сейчас приведу некоторый красивый факт, мы не можем его публиковать, просто категорически не можем. Он выглядит так. Если ты хочешь на треугольной площади, я сейчас за одну минуту объясню его, суть. Значит, если ты хочешь на треугольной площади весь ровным слоем выпавший снег в одну, в один сугроб собрать, да, и нужно выбрать точку для этого сугроба так, чтобы было как можно меньше работы выполнено, да. Да, минимизировать работу соответствующую, ну, такая там минимизация расстояния Конторовича между распределением на треугольнике равномерным и точечной дельта-функцией. Ну и вот эту задачу есть, ну, короче, первая задача, которую я сформулировал, это та же самая задача. Хорошо. Вот, снести снег в одну точку. И тебе нужно выбрать эту точку. То ответ, это та самая точка, из которой среднее расстояние до точек каждой из трех сторон будет одинаковое. То есть, грубо говоря, давай тебе там вот некий Вася сказал, что он живет в любой точке этой стороне равномерно распределенно. Это круто, на самом деле звучит. Потом Петя сказал, что он живет в какой-то равномерно неизвестной тебе пока точке вот этой стороны. А Гена сказал, что он живет где-то на этой стороне, да, тоже равномерно. То, и тебе нужно посетить каждого из них, то априори до выяснения где, в среднем тебе придется одинаковое расстояние пройти. Вот, такой результат. Но он действительно следует из общей теремии стокса мгновенно, но он красивый и вот в явном виде нигде не сформулирован. По крайней мере, где мы видели, нигде не видели его, да. Подаем математические журналы. Ответ, это слишком тривиально, как можно это опубликовать? Я говорю, да вас бы убили просто Гаусс, Эйлер и Арнольд. Просто убили бы, потому что если результат там не был никогда озвучен, и вот сейчас озвучен вслух, какой красивый результат без ложной скромности, да, скажу. Это не я, потому что это мы с Петей по-новому до него доперли вместе, поэтому я можно считать, я его хвалю. Вот, и значит, и мы не можем опубликовать, потому что это слишком просто. Алексей, да, может быть, это в явном виде не было сказано, но это настолько просто, что это нельзя опубликовать математически. Приходим к экономистам, а там, значит, ой, какая красота. А, блин, да, никто не замечал, занимаясь этим, а никто не замечал. Но, Алексей, у нас экономический журнал, нужны экономические приложения. Это снег, это что за снег такой? Нам нужны, а так вообще очень красиво мы сразу опубликуем, как будут экономические приложения. Понятно, да? И вот такая история всегда. Ну, а тут просто другое, что вообще говорить про экономику без математики, ну, вот даже в моей любимой экономической истории, наверное, самой нематематизированной области, но все равно непонятно, как про нее можно говорить без каких-то, ну, самых простых, там, понятных школьнику моделей, без самой простой статистики, опять же, понятных школьнику. То есть экономика без математики, это, оказывается, какое-нибудь там австрийство или очередной извод маршизма. Есть школы, да, есть такие школы, как бы школы, которые, ну, вот они, у них есть накопленная традиция философских обсуждений. Вот так я бы сказал, да, то есть вот австрийцы, что такое австрийцы, я когда-то их там написал текст в слоне, да? Да, 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 ну, который Сонин еще потом скинул, его потом выпилили, это было древнее, его уже выпилили, по-моему. Я не знаю, может, и выпилили, но, в общем, мне потом, ко мне потом австрийцы серьезно очень на меня наехали, сказать, понимаешь, вот, как бы, ты хоть и не пишешь ничего про австрийскую школу, ты пишешь про, как бы, тех, кто к ней якобы примкнул, да? Но все-таки ты же проливаешь отрицательный свет на нас всех. Но ты знаешь, какие серьезные там работы у Мизоса, да, какие, ну, как бы, вот, там, сколько домов он исписал, ты разве их читал все? Ну, это, как бы, я вообще, честно говоря, я не люблю быть профаном, иногда приходится, я очень не люблю этого, поэтому я сказал, хорошо, я сдаюсь, ну, как бы, ну, вы видите, все равно, я же не про австрийцев писал, но, в общем, я больше не буду вас ругать, пока не изучил. И также, значит, от марксистов тоже приходится отъезжать, вот, я приехал сейчас в Латвию, и там, в общем, популярный сейчас марксизм, судя по тому, что я видел, ну, потому что их Америка просто... Тут вообще можно материться или нет? Я не знаю, как бы... Нет, в смысле, у тебя, да, будет? Нет, ну, я иногда, да, ну, нет, нормально. Нет, да, как угодно, в принципе. Ну, ну, в общем, я даже не знаю, что сказать, кроме слова заебало, просто другого нет слова. Я прошу прощения, я вообще не ругаюсь матом в интернете, ну, так считается, что нужно так делать, не ругаться. Но в этом случае вообще нет никакого другого слова, чтобы это описать, то есть все сферы жизни, все важные сферы жизни Латвии контролируются Соединенными Штатами Америки. И это реально их совершенно, ну, просто достало, ну, абсолютно всех достало, с кем я виделся, что все решения, ну, вот, например, закрыли все русские школы. Кому это надо? Латышам? Да нахрен это не надо латышам. Почему латышам надо, чтобы не было русских школ? Да и те латыши, с кем я общался, они подтверждают, что это просто бред. А кому это было надо? Оказывается, это очень посоветовали, порекомендовали американские советники. Но если американские советники рекомендуют что-то в Латвии, очень трудно ослушаться. Понимаешь? Нет, это я понимаю, да. Ну вот, и вот там, а как, что такое противодействие Америке? Вот, что такое вообще противодействие капитализму, вот, как таковое, да? Это либо вот такой вот наивный левоцизм, наивный, да, вот, марксизм, ну, такой, как бы, наивный, что вот все люди, вот, братья и так далее, и они все сейчас свергнут эту власть всемирную. Либо это продуманная, глубоко там проработанная монархическая теория, ну, русская монархия и так далее. Но больше же, ну, а к что еще можно противопоставить? То есть, капитализму можно противопоставить либо, как бы, русскую империю, либо русский социализм. Ну и получается, что вот... А почему в российской империи не было капитализма? Фактически не было. Он был в таком, как бы, плане, в хорошем. Он не был в его плохих проявлениях. То есть, вот, в тех, которые сейчас... Ну, такой же можно сказать, что и в Швеции не было, типа, плохих проявлений капитализма. У них там, типа, социализм шведский и все остальное. Ну, там вообще нет капитализма. Там социализм просто... А, ну, тогда, ну, окей, хорошо. В Швеции это совсем нет. Нет, это вот, как бы, что в Латвии, скорее, да, похоже на капитализм, а это, как бы, народу достает. Нет, ну, Латвия, понятно, это, как бы, страна, которая, там, стереет население со скоростью... 20 тысяч в год, и это с учетом... Я сейчас, я же только что оттуда, поэтому у меня инфа свежая. Значит, 20 тысяч в год, это, когда ты учел, уже приезжаешь к индусов. Я говорю, а сколько их приезжает? Вот, это, к сожалению, нельзя узнать. Ну, это же не будет корректно информации, да, что... Мне больше всего нравится... То есть, как бы, их 20 тысяч уезжает в год и умирает, как бы, умирает 20 тысяч плюс неизвестное количество индусов, которые каждый год приезжают. Мне больше всего нравится, как вот наши туристы, которые приезжают в Ригу, они ее очень хвалят. Она им очень нравится. Она, кстати, очень красивая, да? Она очень красивая, потому что она пустая. Да, потому что это город, который, значит, по... Правда, жена говорит, ну, что ты считал детей, когда они все в школе? Я говорю, где дети, где хоть один ребенок? Мы идем по Риге, я говорю, что происходит? Марина, что это? Там вымирающий город, ни одной площадки. Она говорит, подожди. Нет, я... Понятно, что мы с женой одинаковых взглядов. Ну, как может точно иначе быть, да, муж и жена? Но она говорит, ну, объективно говоря, ты не прав, потому что, смотри, мы в центре, если ты в центре Москвы придешь, там тоже не будет площадок, и детей там не будет. Мы в центре города. Ты поезжай на окраину, и тогда ты сможешь сказать, да? Но, конечно, действительно, мы не видели ни одной разумной детской площадки в городе. Не, ну, просто Рига – это один из самых красивых городов. Да, по модерновым, по-моему, я видел где-то, что модерновых зданий там больше всего в мире. Это город там с максимум модерновых зданий. А, что такое модерновых? Ну, вот типа та архитектура, которая была. Вот здание Зингера, например, на Невском, вот в Питере, где штаб-квартира ВКонтакте. Такое красивое-красивое здание, вот на Невском. А, слушай, мне, наверное, показывают пока. А, да, конечно. Вот, вот это вот модерн, да. Через мост. Да, через, ну, вот она через мост, да, очень красивое такое. И модерновых зданий в Риге я где-то видел статистику, что их больше всего в мире. Но мне это больше нравится все-таки те, которые стараются. Ну, наверное, да, но тем не менее тоже красивые, это там не современное вот это вот стекло и бетон, да. При этом город, он полупустой. Естественно, когда ты приезжаешь как турист, там очень хорошо ходить. А в Юрмале вообще… В Юрмале просто нет латвийского языка, то есть два раза услышан нами латвийская речь. Один раз, когда мы даже не речь услышали, мы высадились на платформе и не могли понять, куда дальше идти к морю. Хотя я должен был, я был 37 лет назад там, поэтому должен был, по идее, помнить. Но, понимаешь, 37 лет немножко изменилась картинка. И поэтому мимо проходила семья, мы спросили, дорогие, как вы нам подскажете, где тут море. И они очень любезно, приветливо, на очень ломаном русском языке это начали объяснять. Вообще, значит, с русофобией, я должен сказать, не столкнулся ни разу за три дня плотного общения. Ни в каком виде. Ну, с другой стороны, опять же, опыт туриста, он всегда… Ну, опыт туриста, но все-таки, понимаешь, вот я помню, там в Польшу некоторые моменты неприятные были, вот когда мы там были. Поляки, это понятно. То есть, как бы были прям вот неприятные, нет, было много приятных, но были неприятные, там, типа, полска для полска, вот что тут делаете. Ну, понятно, да. Вот, а тут еще подобного не было. И вообще, как бы, я говорю, что реально латышей-то мы мало видели. То есть, ну, как бы, мы видели тех латышей, которых мы видели, они на русском языке нам подсказывали все очень хорошо и нормально. У меня в Карловах Варах был на Новый год, и там русская речь была намного больше, чем любой другой, чем английская, чешская. То есть, мы, на самом деле, постепенно их всех, в общем, забираем, да, так, осталось только границ, то и вместительное, и все. Да, но на самом деле, у нас же сейчас тоже упала рождаемость. У нас упала, да, у нас проблемка есть. У нас проблемка есть, да. Но там эти, еще там циклы есть некоторые, там. Ну, понятно, да, это все эхо войны и все прочее, 90-е годы, все прочее. Это эхо 90-х сейчас, как я понимаю, потому что сейчас должно рожать то поколение, ну, твое. Ну, да, и сейчас в 99-м году будет самый низкий уровень рождаемости вообще за всю историю. В 90-м, да? Да, ну, вот в 99-м был, значит, соответственно, они вот 25 выйдут в возраст, и будет минимум рождаемости. А потом те, кто родился уже много в 10-е годы, когда был, они выйдут уже там в 30-е, в 40-е, но это будет уже намного позже. Ну, да, нет, но у нас, конечно, есть проблемы, но не сравните, то есть, с тем, как вымирают там. Ну, у нас дело в том, что очень быстро упала вообще фертильность вот при советской власти, потому что там за 30 лет, я недавно смотрел статистику, там за 30 лет, значит, число рождения, ожидаемых на женщину, оно упало с 7 до 2,5. Да, и это было, ну, не за 30, там, примерно за 35 лет оно упало вот, ну, почти в 3 раза. Да, причем еще там 30-е годы оно тоже падало очень сильно после голода, ну, значит, ну и так дальше, то есть, демографические катастрофы все эти 20-го века, конечно, без них бы у нас было бы там не 150 миллионов, а там, не знаю, 500 обещанных. Ну, 500 обещанных Менделеевых, да, обещанных, на самом деле, там Мексики, между прочим, Мексика, господи, ну, что такое, в 10 раз выросло население в 20-е веке, фактически. А у нас вот 70 миллионов жило перед Первой мировой, ну, вот сейчас 140. Я всегда троллю этих сраных экономистов, которые упаривают там, что, вот какой уровень жизни, какой уровень жизни, я говорю, сколько рождаемости, сразу, сколько рождаемости, они говорят цифры, я говорю, и что, и что теперь, зачем тебе ту уровень жизни, если там все подыхают, и их просто нет, единственный показатель, вообще единственный, вот я могу, это очень серьезное высказание, очень такое, как бы, самонадеянное, единственный показатель вообще успешности народа, это его рождаемость. Менделеев, по-моему, был 11-м сыном, что-то вот такое, даже не помню, То ли одиннадцатым, то ли двенадцатым. Ну, там все гении были такие, да. Очень много гениев были именно так устроены. Поэтому сейчас гениев и нет. Потому что просто женщины гораздо раньше завязывают узелок. Ну, может быть. И это очень, конечно, плохо. Это настолько плохо, что это... Ну, сейчас же не принято говорить, считать, что это, наоборот, очень хорошо. Западные тенденции. Не, ну, это понятно. Запад должен умирать красиво. Нельзя же умирать, просто сдохнет, как сраная собака, да? Нужно сказать, что мы красиво. Мы тут идем к качеству жизни высокому и продолжительности большой. А вы там такие-сякие, да? Это стандартный дискурс. А недавно был меморандум, кстати, одиннадцатитысяченых климатологов. Они там призывали, значит, вот все, температура растет, поэтому надо все меньше рожать. Во-во-во-во. А если будет падать, надо будет еще меньше рожать, потому что очень холодно. Это все очевидно. Не, это все понятно. Заказчики этого всего совершенно очевидны. Вот, ну, просто как бы... Ну, кстати, да, на самом деле в Китае, да, те же самые коммунисты говорят, что, ну, у них удалось, ну, у них действительно круто удалось с экономикой, но проблема в том, что та политика, да, одна семья, один ребенок, она ведь им очень сильно аукнется через 20-30 лет. Она ведь будет просто страна стариков. А сейчас ее отменили, а уже поздно? Уже не рожают. Ну, ее даже до сих пор полностью не отменили. Ее просто там чуть-чуть, значит, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть, как бы формальное ограничение сохраняется, ну, там их уже не соблюдает никто. Всем плевать, но это все равно, там у них будет просто страна стариков лет через 20-30. У них будет чуть-чуть не самое старое население. Там в Японии, безо всякой политики, одна семья, один ребенок, и так самое старое население на планете, а здесь Китай, та же самая культура, ну, по большому счету, Япония и Китай, там одна и та же культура. Ну, тут я был осторожен с этим, потому что, как я понимаю, под микроскопом азиатской расы это совершенно не верно. Не, ну, понятно, ну... То есть, это как бы с нашей колокольни, да? Ну, просто японцы, они долгие... Японцы, корейцы и китайцы, три... Ну, понятно, да, но японцы, они долгое время там заимствовали китайскую культуру, она у них воспринималась, ну, примерно, как мне знали. Французская культура англичан, вот англичане воспринимали, что есть высокая французская культура, мы ее займем, а потом они уже начали говорить, что на самом деле мы англичанец, такие крутые, а французы, значит, где-то там внизу. Долгое время ведь... Ну, нет, ну, так на самом деле было, да, то есть, там до сих пор хороший французский выговор для английского аристократа, это очень хорошо. То есть, вот умение хорошо говорить на французском, ну, естественно, англичане, там, в каком-то 17 веке, что такое Англия, там, бедная, нищая какая-то окраина Европы, и Франция, это уже самая могущественная страна, там, Ришелье и так дальше, и они воспринимали, конечно же, себя, там, в комплекс неполноценности по отношению к французам. Ну, а потом уже в 19 веке начали чувствовать наоборот, что мы крутые островные... Островное превосходство. Ну, конечно, да, ну, то есть, всегда комплекс неполноценности, он, значит, перевосход. Нагнули весь мир, значит, мы молодцы, понятно, да. Вот, у японцев примерно то же самое, у них даже девизы этих самых императоров, всех, вот, вплоть до самого последнего, который был, они брались из китайской классики. То есть, нужно было взять какое-нибудь китайское классическое произведение, найти в нем какую-то цитату, и эта цитата становилась девизом правления императора. И вот только последний император, который вот сейчас стал, он это изменил традицию, он из японской классики взял цитату. Так что, да, вот буквально у всех японских императоров, да, был, значит, девиз из какой-то китайской классики. Я не знал. Ну, вот, если продолжать азиатскую тему, то очень наглядно выглядит рождаемость в Северной и Южной Корее. Ну, в Северной она тоже сильно-сильно упала, и она не очень высокая. То есть, она... Ну, ты видел, во сколько раз? Она просто в два раза выше, чем в Южной, если мне не изменилось. Ну, она в два раза выше. Полтора, да, полтора или два, ну, очень много, очень. Ну, то есть, как бы, сразу опять вопрос, какой режим... Какой режим... Ну, наверное, да, наверное, выше, но все-таки ясно, что прирост там будет... Ну, то есть, как бы, ясно, что размножается Северная, а не Южная. То есть, тут, как бы, опять... Да, но у них... Благополучие, да, благополучие, вот эта земная цель, она совершенно противоречит цели воспроизведения рода, судя по всему, что мы видим в мире сегодня на этом глобусе, да? И, наверное, это некий намек с небес, что вот благополучие, оно... Ну, самая высокая фертильность, опять же, я смотрел там статистику, она в Нигере. Нигер — это просто название страны на русском. В Нигере или в Нигере? Нигер, да, там две разные страны, да. При этом Нигер — это ничего не имею против, просто название. Вот, это, значит, находится на последнем месте в индексе развития человеческого образца. Ну, да, ну, то есть, как бы, нахрена им развиваться, если они и так счастливые? То есть, это, как бы, всегда нужно переворачивать. Я помню, знаешь, как, любое западное утверждение нужно перевернуть всегда, тогда оно станет верным. Вот, возьмем утверждение, что у нас проклятие, как это сказать, ресурсное проклятие, да? Ресурсное проклятие есть. Давай его перевернем, я сейчас переверну его, как Данилов. Владимир Иванович Данилов очень классно его перевернул. У нас пришел какой-то очень модный чувак с вышки и начал впаривать, ну, или я не знаю, откуда еще, ну, в общем, такой очень модный, и начал вот говорить про ресурсное проклятие на семинаре. Ну, мы там сидели, посмеивались в усы. Ну, типа, вот, там, Россия очень страдает от ресурсного проклятия. Вот, а он такой встает и говорит, да наоборот, это же ресурсное благословение, которое мы получили, потому что мы сохранили еще черты какого-то вот авторитарного, то есть угодного богу режима. Вот, и тут у него этого, ну, Данилов не верующий, он специально чуть-чуть прибавил троллинг. Вот, если бы я встал, я бы так честно совершенно сказал то же самое, но Данилов меня опередил, он немножко как бы так, вот, и говорит, природа, а, природа, говорит, благословит те народы, у которых правильное правление, то есть авторитарное, вот, наш народ, он благословит. И у этого чувака такое, я продолжаю доклад, ну, типа, сделал вид вообще, что не слышал замечания. Не понял, а Норвегия тогда, кто ее, за что ее благословили, Норвегия, я думаю. Не знаю, не знаю, я историю Норвегии не знаю. Может, тоже за что-то благословили, бог знает. Может, закатить прежние успехи. Ну, там, между прочим... Не знаю, не знаю. Там, между прочим, был завод по производству этой самой тяжелой воды в годы войны, и ее британские команды взорвали при помощи местного населения, а иначе, может быть, у Гитлера была бы атомная группа, может, за это? Интересно, интересно. Ну, у Гитлера, да, по всему, что я слышал, к тому же... Ну, там не настоящая атомная бомба, а грязная, просто радиоактивное заражение. То есть, не взрыв, а главное, что просто распулилась бы это просто много-много-много всякой радиоактивной реалии. Может быть, за это? Может, и за это. Не знаю. Ну, Норвегия... Я как бы был в Норвегии, да, два раза, но почувствовать народ и культуру я не успел. Единственное, что я заметил, в отличие от Европы, там не парятся по безопасности, например, совершенно там в горах эти тропинки идут мимо обрывов, никаких заборчиков, совершенно... У них детские площадки еще всегда такие, ну, опасные, где ребенок может ошибиться. Да, там культ опасности вообще чувствуется. Про это Варламов, между прочим, писал. Культ опасности, да, что закаливают викингов, да? Ну, типа того. Но, с другой стороны, наркомания, какая же жуть какая-то просто. Ну, кстати, в Шотландии, Шотландия, по-моему, вообще лидеры Европы по наркомании, ну, север, поэтому надо... Ну, может, да, я бы не стал их, я бы не стал, как это, чья бы корова мычала, у нас тоже алкоголизм, дай Боже. То есть, как бы... Да, он сильно сократился, конечно же, за последние, там, лет 20, очень сильно. А стало немодно бухать просто? Ну, пить стало намного меньше, а уж курить, тем более. Я вот своих учеников смотрю, ну, почти никто из них не курит. Вот практически там... Это здорово, да, это здорово. Это редкий случай, когда я поддерживаю мировое правительство, это вот в биополитике. Ну, да, да, да. В Австралии скоро вообще запретят сигареты. О, хорошая страна. Прикольная, да. Ну, да. Вот, мы куда-то очень далеко ушли от математики. Да, ты задавай мне вопросы. Мы бесконечно далеко от нее ушли. Я могу, чем угодно, если мне там возвращай вопрос. Просто вот в чем фишка. Когда говорят математическая физика, ну, все понимают, что это такое. Это физика, в которой там от физики уже почти ничего не осталось, осталась одна сплошная математика. Да, ну, там что-то такое, теория струн какая-нибудь. Да, и практические физики иногда говорят, что там действительно ничего не осталось от физики. Ну, вот там-то и дело, да. Но я не могу оценить это. Я тоже, я уж тем более, я в сто раз больше не могу. Вот, а математическая экономика, да, ну, в самом этом названии как-то имплицитно заложено, что вот есть какие-то такие отрасли, вот есть одна отрасль экономики, где математика, а все остальное этому математика не нужна. Да, и это на... Я бы не сказал, я бы по-другому расставил акцент здесь. Я бы сказал так, математическая экономика это когда мы, ну, как бы для инструментария используем именно математику, но можно использовать какие-то другие подходы, можно использовать, например, принципы социологии, что индивид ведет себя не так, чтобы максимизировать. Ну, что такое на самом деле политическая экономика? Математическая экономика это когда предполагается, что индивид имеет какую-то функцию выигрыша, которую ее максимизирует. Ну, по сути, это теория игр, вот если поставить на крайенство, мы не очень сильно против истины погрешим. То есть теория игр равно математическая экономика, равно математический подход к анализу конфликтов. В экономике все конфликты, в экономике нет бесконфликтов ситуации. Нет, ну, это понятно, да. И поэтому любая математическая модель конфликта это теория игр, ну, нет, я сейчас скажу, где математическая экономика не является теорией игр. Это если есть абсолютно плановое хозяйство, вот там Северная Корея, наверное, да, так устроенная, может быть, Китай, да и то, и то. Северная Корея сейчас там рынка, непонятно, что, примерно половина экономики рыночная. Ну, то есть, как бы, на самом деле, вот если представить себе Советский Союз, который там четко планирует войну что-то делать, то там не до теории игр, там за это могут и расстрелять, если ты свои собственные выигрыши максимизируешь, потому что военное время есть военное время. И тогда, да, тогда возникает математическая экономика без теории игр. Просто нужно планово сделать столько-то при имеющихся ограничениях, да, то есть вопрос задачи максимизации. Ну, да, понятно. Вот, но как только ты чуть-чуть отпускаешься, ну, да, там, ну, это тот самый, это Линпрок. Ну, в общем-то, линейное программирование. Понятно, да. И линейное. Но когда у тебя идет ситуация, вот, связанная с любым взаимодействием любых лиц, все. Ну, понятно. То есть, парламент, ну, что угодно, все теории игр. И в этом плане, как бы, есть подход, который альтернативный, он говорит, что Алексей, ну, нет, нифига, они же не максимизируют, они делают так, как их группа рекомендует делать, как они привыкли в группе, в которой они выросли. Но это не отменяет одно другого, просто другие ограничения, и все. Нет? Нет. Это тоже, мы с Измалковым очень много спорили про это. Он утверждает, что ни в какой поведенческой экономике не заложено ничего, кроме максимизации функции выигрыша, просто эту функцию мы не знаем. Вопрос в прогнозическом потенциале модели. То есть, если ты с помощью такого подхода ничего и не получишь, а с помощью социологического ты получишь гораздо больше, то нужно выкинуть по мой пату и сказать, что да, в этом случае математики нет. Они ведут себя, ну, как бы, они ведут себя так, как им приписывает окружение. Если ты попробуешь там что-то максимизировать в изучении какой-нибудь маленькой общины Дагестана, которые там ходят в одну мечеть, и у них советы там, как дальше вести в деревню дело, да, ну, не будет там действительно теории игр. Они договариваются друг с другом. Вот когда начинается конфликт разных, да, общин, вот там уже все, сразу теория игр по полной. Нет, ну, это понятно, да. Где-то есть граница, действительно, где-то есть экономика без математики. Но действительно, правильно сказать, что в наше время ее очень мало осталось. Ее очень мало осталось, да, и тем более, что математика это, в конце концов, не про цифры, это про язык, который позволяет просто посмотреть, что имеет в виду другой человек. Да, формально записать. Да, то есть это просто, ну, то есть мы читаем Маркса, и там есть 150 интерпретаций Маркса. И любое несоответствие его прогнозов реальности, да, объясняется тем, что, ну, это как вот, там, не знаю, неправильно прочитано, значит, священное писание, да. То есть, ну, как говорил Августин, если священное писание, значит, противоречится каким-то фактам, это значит, что мы неправильно его понимаем. Ну, одно дело священное писание, вопрос религии, а другое дело, значит, марксизм, который все-таки считается вопросом науки, да. И любое несоответствие каких-то марксистских прогнозов, потому что мы видим, объясняется тем, что мы неправильно прочитали Маркса, да, или мы там неправильно прочитали австрийцев, мы неправильно поняли, что они имели в виду. Австрицы обещали там дикую инфляцию после 2009 года, никакой инфляции не случилось, но это потому, что вы неправильно поняли слово «инфляция», на самом деле они имели в виду, что повысятся цены на акции, и все, и дальше о чем спорить. То есть, когда нет языка моделей, непонятно, как можно спорить, потому что любое утверждение потом, значит, задним числом переворачивается, перевирается и так дальше. Но проблема наших моделей в том, что они тоже сильно этим страдают. То есть, предсказуемости тоже очень мало. Да, но если просто совсем они ничего не предсказывают, их отбрасывают, конечно. Их отбрасывают, да, оставляют те, которые на троечку. Банальные кинсианские модели, первые какие-то в интерпретации Хиггса какой-нибудь, их же потом просто… Харот Дамар. Ну, и тем более, да, какой-нибудь совсем… И если люди не реагируют на стимулы, то вы ничего не предскажете. Ну, в том-то и дело, да, их отбросили, да, все вот там банальные какие-то кинсианские модели, какие-то вот там того же самого Харот Дамара, да, где все просто тупо зависит от доли капиталовложения в экономике. Их убрали, как бы заменили на что-то более интересное. Ну, да, это какой-то эволюционный процесс. А в австрействе там всегда одно и то же. Ну, я не знаю, да, я, к сожалению, тут как-то сказать… Я бы хотел согласиться, но я не люблю соглашаться с тем, в чем ничего не понимаю. Ну, понятно, да. Вот, не соглашаться, не спорить. Поэтому, так сказать, я лишь скажу, что математические модели, которые я знаю, делятся на те, которые работают на четверку, это три или четыре реально. Это тоже понятно, да. Те, которые работают на тройку и те, которые на двойку их выбрасывают. Но, действительно, мы полим этот огород, это правда, да. Но, тем не менее, если говорить про экономический огород, да, сначала какой-нибудь там самый примитивный Харат Дамар, где все зависит просто от доли капиталовложения, потом Соло появился, что-то поинтереснее, потом Лукас, потом… Ну, и так дальше. То есть, каждый раз там все более и более сложные. Потом институты начали учитывать, как-то их пытаться моделировать. Мы постоянно пытаемся догнать этот поезд. Да, ну, то есть, ну, и, в общем, ну, понятно, что идеально получается. Мы не хотим объяснить, что мы в нем едем, хотя мы, очевидным образом, стоим на поляне, да? Мы пытаемся в него вскочить. Он все убегает, мы пытаемся вскочить, падаем. Ну, вот это и дело, да. Все пытаемся вскочить, а другие теории просто утверждают, что в нем едут. Ну, типа того, да, типа того. Ну, то есть, все равно ведь в конечном счете оно в какой-то степени работает, да? Там, в 29-м году… Аукционы прекрасно работают. Ну, это как бы… На четверку. Эти самые транспортные модели на четверку работают, да, условно. Теоретическое игровое моделирование. Аукционы – это как раз очень много математики и очень мало экономики, откровенно говоря. Вот это математическая экономика в чистом виде, наверное. Да, да. Но есть еще немного моделей, которые трудно калибровать. Если их удастся калибровать, они заработают, возможно. Вот таких очень много у нас. У нас есть, знаешь, как бы что-то калибровка. Ну, вот… Нет, ну, я… Ну, ты понимаешь. То есть, написано там счастье, да, вот уровень счастья, от чего-то там зависит. Но, блин, когда ты начинаешь разбираться, как, по какой шкале его измерять, вот тут-то ты ломаешь все копья. Поэтому я очень скептически отношусь к моделям, связанным там с… Ну, понятно, да. …вещами. И им пока ставлю двойку твердую совершенно, им всем, вот, всем эти… Может быть, я про это очень мало знаю. Ну, и там, как бы, с выборами, да, там, моделирование политической активности людей тоже все, что я видел, это двойка пока. Но это красиво… Идеальный избиратель вот это вот сюда. Идеальный избиратель – это тройка. Тройка? Даже, пожалуй, и четверка бывает. Нет, это то, что вот сверх нее. То есть, то, что многомерные конфликты в политическом пространстве, равновесие соответствия хотелинга там, нифига не выходит. Не видно прогнозов, которые больше чему-то соответствовали. То есть, все, что сложнее медианного избирателя, все не работает. У него, к сожалению, пока, да, есть надежда, что когда-нибудь заработает, но пока вот медианы, да, медианы, ну, ура, это хорошее наблюдение. Вообще, я бы сказал так, математическая экономика – это набор сильно-сильно выпаренных истин, которые плавали тоже, как вот эти все рассуждения австрийцев или марксистов, да, плавали как крупицы смысла, но их долго выпаривали и отбирали, вот, как бы, набор. И в этом наборе очень мало всего, но все-таки какие-то вещи мы хорошо понимаем. Ну, понятно, если экономика, она, в принципе, действует, да, с людьми, которые могут нерациональны и так дальше, то в политике степень нерациональности она в сто раз выше, чем в экономике, поэтому там моделировать что-то в сто раз сложнее. И там, конечно, социологи более правы, они, как бы, запускают свои модели поведения окружения. С другой стороны, в случае с аукционами, там действуют как раз такие почти идеальные рациональные агенты. Да, потому что они хотят поменьше заплатить и получить объект. Да, да, да. То есть тут, как всегда, тут нужно очень четко соотносить, вот, вот у вас предпосылки моделей, если они похожи на правду, все хорошо, а вот похожесть, это все равно гуманитарный вопрос. То есть у нас тоже очень много болтовни, но у нас после болтовни начинается математика. Это я как бы, Бояршин его объяснял, да, вот он хотел все узнать, почему, вот, мол, у вас, у экономистов не получается, значит, вот мы делаем телевизор. А ты закончил эконом-факт, да? Эконом, да. Вот, ну, как бы, да. Вот, значит, и почему вот, если мы делаем телевизор, мы понимаем, как он работает, да, а люди сделали, значит, экономику и не понимают, как она работает. Я вот говорю, что... Ну, потому что телевизор очень простой, экономика очень сложная. Я говорю, что вот представим, да, телевизор, в котором есть 150 миллионов деталей, а у каждой детали в голове, значит, в ней еще, сколько у нас там нейронов в голове, семантических связей, там 100 миллиардов, да, вот 100 миллиардов, ну, может, на 150 миллионов, вот попробуйте сделать такой телевизор и понять, как он будет работать. А в телевизор вместо этого 17 channels of shit. Ну, да, там 100 деталей и так дальше, и все, да, и я, мне это само бы так понравилось, когда я это придумал, так как бы, не очень умный. Хорошая-хорошая. А Тонис, знаешь, какую аналогию дает, Сашка Тонис, мой одноклассник, друг и там товарищ по всяким лекциям, коллега, он дает аналогию такую, что вот чем отличается физика от экономики? Физика – это когда молекулы, перед тем, как упасть с плотины, молекулы воды, дают взятку плотине, чтобы первыми туда отправиться, как бы, вперед с других, вот, и как будет устроена тогда плотина и этот водопад? Ну, все вот в одном духе, то есть, это что, молекулы вдруг стали живыми. Ну, понятно. Всегда именно это надо говорить, физик сразу начинает понимать, вот, и, ну, как бы, некоторые физики говорят, ну, похрен их слишком, их очень много, они усредняются. Математические физики. Фигушки, они не усредняются, там реакции очень большие, там нету независимости. Вот это математическая, как-то, физическая экономика, как ее называют, да? Эконафизика, да. Эконафизика. Ну, она до двойку пока вся. Ну, она, скорее, даже, наверное, хуже, ну, ладно. Ну, в общем, пока это вот, пока экономфизика – это то, это происходит, когда приходит физик и думает, что он здесь получит какие-то преференции от экономистов. Ну, скажем, у себя он грант не получил, но экономический грант он получить сможет, написав что-то очень умудренное, так что те, кто дают грант, не поймут. Именно так действуют, в общем, многие экономисты. Ну, понятно. Справедливости ради, собственно, экономисты занимаются чем-то похожим, когда приходят там в политологию, в социологию, в историю. Тоже, да, совершенно верно, да. На самом деле, да. И, на самом деле, там получается очень весело, там получается Аджимоглу, который рассказывает там про Николая Первого, который всеми силами противился там промышленному прогрессу. Это ужасно, да, это просто ужасно, на самом деле. Когда я это читаю, меня блюет, и я понимаю, что все те претензии, которые мы высказываем физикам, верны про нас. Я очень, на самом деле, уважаю. Я уважаю другие области знаний, это новость, я пять лет их не уважал. То есть, я теперь уважаю другие области знаний и лезу к ним очень аккуратно. То есть, ну, я еще в Сберии сейчас, как бы, часто консультирую Сбер, и там всегда видно, насколько реальность надо настраивать, насколько важна действительно вот ощутимая вот такая, как бы, ознакомленность. Поэтому экономика без математики есть, это набор, набор кулинарных рецептов. Про это Родрик очень любит писать, между прочим, вот он сейчас прям несколько книжек подряд выпустил. Кстати, очень советую почитать вот новые книжки Родрика, их там две или три последних. Дело в том, что он, ну, естественно, он очень хорошо знает экономику, но при этом он в университете, по-моему, у него было, короче, много гуманитарных наук, еще там, на бакалаврском уровне и типа того. И он в них хорошо, как бы, шарит. И его вот дико всегда бесит, когда экономисты со своей, ну, такой, значит, категоричностью приходят, и обо всем, его страшно бесит, когда экономисты говорят о том, что свободная торговля – это всегда хорошо, а протекционизм всегда плохо. Ну, это вообще полная чушь. Ну, вот, даже с моделью, с моделью, в точке зрения есть целый ряд моделей, которые надо чушать. Его всегда бесит, его всегда бесит, он говорит, что на самом деле экономисты, когда их спрашиваешь об этом всерьез, там, на семинаре научном, они никогда это не скажут. Но когда они разговаривают с журналистом, они вдруг из экономистов превращаются в таких, значит, политрухов, которые говорят только свободную торговлю. Да мне, слушай, я просто, не то слово, я вот сейчас прочел Костика, я так люблю Костю Сонина, мы с ним дружили давно, да? Ну, каждое его высказывание меня вызывает ощущение, вот, на хрена он опять высрал? Ну, что, ему нечего делать было еще, чтобы высирать? Ну, что он написал там, типа, нет никаких примеров успешного импортозамещения, да? Такая чушь, ну, ее даже нельзя серьезно обсуждать. Ну, подозамещения в чистом виде, наверное, в общем и не было, но имеется в виду, может быть, если это... Ну, просто эту тему, как бы, понимаешь, ну, там, любое государство, которое решило быть закрытым и жить самостоятельно, кто его будет оценивать? Эти внешние же эксперты, да, они скажут, что оно неуспешно, конечно. Понимаешь, да, в чем проблема? Что такое успех? Это с точки зрения тех же экспертов, против которых мы его подразмещаем. Здесь опять же вопрос, да, то, что у Сонина вполне себе, он либертарианец, и у него вполне понятные критерии успеха. И, по-моему, он как раз имеет право говорить, что с его либертарианской... Да, ну, как бы, это означает просто, что либертарианец... Либертарианство — это такой же марксизм, просто, ну, как бы, и все. Что значит любая идеология, в каком-то смысле, марксизм? Ну, да, это идеология. То есть, как бы, вот я, например, в экономике у меня нет никакой идеологии, я считаю, что я честный ученый в экономике. Ну, это тоже всегда... Идеология у меня есть в политике, в политике я нечестный ученый, и понимаю это. Но в экономике я не капиталист, я не социалист, я не коммунист, не либертарианец. Я считаю, что все ситуативно абсолютно в экономике, когда... А почему я говорю, что капитализма как такового при Николае Втором и раньше не было? В любой момент правительство могло сказать, что вот этот проект мы будем делать, он для нас приоритетен. Это уже не капитализм. Ну, нет, ну в этом смысле да, но в этом случае, там, не знаю, все самые успешные, наверное, примеры экономических чудес, это тоже не капитализм. Конечно. А, ну тогда окей. Само собой. Нет, капитализм это то, что скармливает Америка для остального мира, чтобы тот был слаб, а она была сильна. Нет, ну я считаю, что капитализм это вот экономика в американском изводе, то действительно он мало где есть. Ну да, и в самой Америке его нет. То есть он есть там, где Америка его насаждают, и он несет только зло, в общем, людям. Ну, можно сказать, в той же Южной Корее, которая была фактически американской колонией, там, ну в этом смысле капитализма, тем более американского, не было вообще. То есть при ПАКе там, в общем, была очень сильная государственная интервенция, и были очень впечатляющие результаты. Все эти дайбасы, все это она... Нет, ну вообще, как бы, если нет направляющей руки, то у тебя не будет никаких результатов. Это как с эволюцией, мне могут впаривать сколько угодно, что она там была не направленная. Ну, блин, слушай, любой верующий человек понимает, что это бред. Про эволюцию вообще, ладно, да. Но дело в том, что я согласен, на самом деле, с утверждением, что без направляющей руки, в общем, ну, по крайней мере, на ранних этапах ничего не получается. Вот, но, по-моему, это слишком большая тема, чтобы... Или можно про нее поговорить. Ну, тут я бы просто сформулировал очевидную вещь, что есть направляющая рука, она направляет, а дальше забивает на этот процесс, она просто показала, куда идти, и дальше уже конкуренция. Также в эволюции, кстати, Господь сказал, куда развиваться, а дальше, типа, стали эволюционно отбираться. Ну, про эволюцию окей, да, а значит, там про... А про это самое, про Америку, я помню, с одним либертарианцем спорил, и он был страшно удивлен, когда я ему рассказал, что в 19 веке Америка была самой протекционистской страной на свете. А, он просто не знал. А, он просто не знал. А, он просто не знал. Про это Байер писал, да, вот у него есть хороший старый... Какой хороший ученый, да? Надо знать только то, что тебе такую теорию... Он францисс. Он францисс. Байер францисс. Ага. Вот. И вот, значит, там у него есть, да, действительно подробно, что в 19 веке самая протекционистская страна в мире была Америка. Ну, полтора часа мне говорил, да. Ну, вот, то есть, да, как бы... Виктор Мирович нас... И он нам рассказывал, когда у нас были лекции по международной торговле, кстати, у него отличная лекция. Очень... Они где-то есть? Я не знаю, издал ли он их, в конце концов. Он их, как бы, кто-то время напечатал, да, в такой бумажке, они вот, в бумажном, я их там вычитывал много раз. И там, как бы, модели перемежаются очень глубокими философскими рассуждениями, вот, а-ля, вот, не знаю, эти самые... Я помню. И так далее. То есть, как бы, модель, а потом философия. Модель, философия. И вот он говорит, ну, на самом деле, как бы, свободная торговля, вот это... Вот в этой модели она хороша, но вот список предположений, которые, как только ты отменил хоть одно, уже все. Я помню, я когда-то из Полтеровича узнал, что есть такая штука, как вот гистерезис. Да. И вот в этот момент я понял, что экономика, это правда интересно. Это у меня вот прям был такой момент, когда я узнал, что экономика, это правда интересно, а не просто, значит, микроэкономические задачки. Я понял, что в ней бывают какие-то супер-каркетики. Ну да, но макроэкономика, это все равно для всего мира поголовно книжка за семью печатями до сих пор. То есть, микроэкономику мы прямо понимаем что-то, да, про нее какие-то модели у нас есть. Ну да. Но как функционирует мир, вообще никак, никто не знает. Мы, кстати, недавно записывали с Гришей, вот у Гришей сегодня проблемы, вот с Капелюшниковым. Да, с Капелюшниковым недавно записывали, и вот он тоже говорит, что в общем никто не понимает, да, почему, например, в мире такая низкая инфляция. Ну то есть какие-то объяснения, то есть как, объяснить-то я могу, а понять не могу. Да, правильно, вот то-то и дело, да. Да, то есть объяснить-то, почему такая низкая инфляция в мире можно, да, но понять, почему вот инфляция... Даже 100 моделей на выбор можем. Да, инфляция, которая была там со времен отмены золотого стандарта там бичом божьим, да, для кого угодно, а вдруг она сейчас там европейский центробанк думает только о том, чтобы не упасть в дефляцию, там все подряд думают, как бы только в дефляцию не упасть. Почему вдруг инфляция, которая была там стабильно высокая, да. Внутром я понимаю это, смыслы исчерпались, но видишь какая, это уже не экономический язык. Инфляция когда? Это уже даже глубже, чем контракт. Ну как бы инфляция это признак, ну как бы какого-то, в любом случае это признак бума, это разгон, ну это признак некоторого бума, как ни крути. Есть конечно она не здоровый. Ну понятно, да, понятно. То есть как бы здоровая инфляция это нормально для экономики, которые люди знают куда двигаются, которые как бы грубо говоря там 50% бизнесменов по крайней мере не просто зарабатывают деньги, а воплощают идеи. Я думаю сейчас какой-нибудь, понимаешь, Австрийс когда нас слушает, он сейчас, у него инфаркт случился, он думает там гражданская война, там была инфляция, он думает вот это тоже наверное пример бума. Нет, ну понятно, да. Вычеркнуть эти случаи, да, инфляцию надо отделять от инфляции. Ну понятно, да. Вот, но действительно, если как бы есть вот такая полная какая-то апатия мира уже к процессам, ну непонятно кто чем там зачем занимается, да, люди где-то ищут, здесь заработают, здесь заработают. В этой ситуации будет дефляция, потому что смыслов нет, идеи нет, в общем сейчас все исчерпалось. Интересно, а если это применить к дефляции 19-го века, там 70-х, 80-х годов? Не знаю. Можно ли это тоже самое придумать? Прям стало интересно. А может и да. Не знаю. 70-е годы, может быть действительно тоже, все не понимали что делать. А потом появилась новая физика. Ну кстати, кстати говоря, да, ведь физика она, вот физика ведь 70-е годы, она ведь стагнировала, ну если я сейчас так примерно помню, вот такая серьезная физика. В последние годы, да, были очень рискованные заявления, что физика закончена, мы все знаем, да. И тогда тоже, например, Нильс Бор когда поступал, когда он поступал? Ну вот я про то время и говорил, да, сейчас тоже есть эти заявления. А потом в конце 19-го века все рвануло вверх, вот это вот, ну начиная там, я не знаю, с какой-нибудь там радиоволн, да, и все вот это вот, не знаю, шлейн какой-нибудь там. Взрыв вот в конце 19-го века, и одновременно с этим начинается инфляция. Блин, а это интересно. Ну то есть как вдохнула жизнь людей. Может быть, почему бы и нет. И тогда же появляется вот взрыв этих социалистических идеологий, которые выходят из подпорья. Тоже ведь в конце концов, да, ну какое-то, ну, может быть, нездоровое примение. Ну конечно, конечно, да. Тем не менее, да. Конечно. Может быть. Но как бы нездоровые идеи могут питать еще лучше, чем здоровые. Ну понятно. Я там, у меня очень много среди друзей, вот, людей, которые постоянно на миссинге ходят, и начинаешь их допрашивать чуть-чуть пристрастно. И как-то, блин, они не могут объяснить, зачем они это делают. То есть ясно, что они пришли к противоречию сразу, но они замолкают, но мы все равно будем ходить. Ну, ходите. Ну, прыгать можно на месте, прыгать Аким Маскаль, да, скакать или там Аки наоборот. Ну, да. В общем, люди, нездоровая энергия, она питается нормально, она как бы, но просто потом она заканчивается и разбитая корыта. А если здоровой энергии, то этого эффекта не будет. Ну, может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Так, ну что, мы куда-то очень далеко улетаем, куда-то убегаем. Да, ты хотел про образование, да? Я не знаю, я не знаю, ну мы просто, да, я же планировал, что Гриша будет, то он то и делает. А Гриша про образование поговорит. Ну, да, он научный сотрудник экономии МГУ и в школе преподавал в Лицее Вышкинском. Поэтому я думал, что мы будем только про это. А мы когда-то улетаем очень далеко, то в Латвию, куда-то в 19 век, то еще куда-то. Куда бы еще бы эволюция. Экономика, но мы же, у нас бэкграунд есть общеэкономический, правильно? Значит, мы его и обсуждаем. Но если мы можем обсудить политику, почему бы не обсудить политику? Или если обсудить политику в области образования, все можно обсудить. Ну, политика всем надоела. Даже в области образования, да? Нет, это может быть. Ну, вот, кстати говоря. Такая политика, конечно, надоела, а ее нету. В России нет политики. Ну, в том-то и дело. Поэтому чего-нибудь. Да, разве что этого толстого кота, которого на аэрофлоте провозили. Вот единственное политическое событие. Нету ли, да? А там же была страшная история, когда кота, который превышал весовые категории, его провезли в аэрофлоте. Так. Аэрофлот за это отобрал, значит, у мужика все мили, которые тот копил что-то 20 лет или типа того. И, в общем, весь интернет бурлит, требует защитить толстого кота и так дальше. Вот это главное наше политическое событие последних месяцев. А, и еще то, что один дядька расстрелял свою любовницу. Ну, не расстрелял. Ну, да, да, да. Тоже большое событие. У меня даже в Фейсбуке истеричные вопли моих друзей, Лешки Захарова, например, о том, что все руководство должно уйти в отставку, они должны были вычислить его как злостного педофила. Они должны были знать. Блин, мне хочется написать, Лех, какую ты чушь порешь. Ну, я тебя умоляю. Но я понимаю, что после этого начнется. Мне скажут, что я симпатизирую педофилам. Ну, почему, кстати говоря, он 24-летний был? Ну, какая разница? Правда, да, он пузатый старый мужик. Да, а тут какая-то девка, очевидно, с очевидными целями, как бы, пришла, он ее убил. Ну, ладно, вся история закончена. А тут она бурлит и бурлит. То есть я бы его отправил, например, просто, как это, дал ему розгом и отправил к его жене с детьми жить дальше спокойно. Так он ее убил? Ну да, ну бывает. Ну, слушай, ну чего только не бывает на свете. Окей, хорошо. Ну, как бы были какие-то внутренние разборки их там, она, он, говоришь, она на него с ножом кинулась, да. Ну, непонятно, знаешь, тут не разберешь. Это, как бы, в любом случае, там, девушка, которая в 23 года идет кутить с 63-летним, она может ожидать чего угодно, наверное. Окей, хорошо. То есть я бы это дело закрыл за бессмысленностью. Ну, плохо, конечно, но он будет каяться всю жизнь оставшуюся, что убил человека. Ну, это самая генеральность. Ну, его будет жена каждый день бить за то, что он с любовницей. Ну, вот, а надо было, чтобы он вернулся, да, заставить его вернуться к жене. И это вместо тюрьмы бы ему было еще неизвестно, зачем бы он... Окей, хорошо. Ну, в общем, я не знаю, я к тому, что у меня на счет разные мысли, но ни в коем случае не такие, что уволит там кого-то за это. То есть, нет, пусть все идет своим путем. На самом деле, да? Как? Есть закон на свете. Там, у нас есть моральные оценки событий. Они могут быть самые разные. Я могу сказать, что его надо просто отпустить, да? Или наоборот, что его там надо расстрелять. Это мои оценки. Но мы живем в стране, в которой есть законы. На самом деле, если кроме шуток, мы живем в стране, в которой есть законы. По ним человек, там, убийство, наверное, с мягчайшими обстоятельствами, он, наверное, сядет на 10 лет. Ну, наоборот. Ну, ладно, в общем. Ну, или я не знаю, да. Но это уже суд будет решать, да? Суд знает, что было до этого. Ну, окей, хорошо. Суд рассмотрит дело и посадит его на столько лет, насколько он должен сесть по нашим законам. Будем считать, что здесь не будет вмешательства внешних, как это, когда экстремистские дела разбираются в суде. Там суда нет. Сразу же присуждают. Понятно. А в данном случае можно вполне рассчитывать на нормальное разбирательство и все. Куда-то мы далеко ушли. Нет, я просто хотел сказать, что мы людям так вот поболтать, да? Но есть закон. То же самое, как с Пусси Райт, да? Когда они выступили в храме, меня все там, вот, а что бы ты с ними сделал? Вот, что бы ты с ними сделал? Я говорю, ну, я бы их там, например, побил при тьме 10 раз и заставил почистить сортиры на Комсомольской площади в течение двух дней. И все. Ну, как бы, вот и все. Ну, они бы, как бы, трудовой повинностью трехдневной, они бы искупили этот небольшой грешок, в общем-то. Но у нас есть закон, да? Закон как-то, а что он предписывает? А ничего. В случае с Пусси Райт такого закона нет. Мы не знаем, должны ли они отвечать или не должны, потому что это случай прецедента, да? Но в данном случае никакого прецедента нет. Убийство там у него есть вполне определенное место. Я вот в чему, что кроме этого там, посадит он, не посадит его или что сделают с ним, да? Внешне вокруг него только ближайшие родственники вовлеченные будут там переживать, страдать и, ну, как бы, почему должно руководство университета быть как-то вообще в этом замешано? При чем тут оно? Не, ну это уже так. Какого хрена? Оставьте в покое ректора университета у Питерского, оставьте в покое всех его коллег. Типа коллеги знали, не остановили. Господи, какая чушь! Ребята! Ну, хватит уже, да? Ну, хорошо, обсуждали. Ну, куда-то мы куда-то уже далеко убежали. Я на эту тему сам наехал, да. Может, тогда поговорим, не знаю, ну, действительно, раз решили про образование, тем более, что... Да, про образование я... У меня есть выпускник одесского мира. Я имею что-нибудь сказать. Я поездил, да, поездил по стране так, как никто другой. Вот, я, собственно, ну, давайте, может быть, не знаю туда про ЕГЭ какое-нибудь, что-нибудь про это. Я вот знаю, что к ЕГЭ отношения очень-очень-очень сильно негативные. Ну, вот, 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 может, про это тогда куда-нибудь в эту сторону идем, нет? Ну, видишь, как? Значит, к ЕГЭ отношения разные. Ну, я имею в виду всех. Ну, понятно, что там все, кого я вижу. Ну, естественно, плюсы-минусы, понятно. Вопрос в том, чего больше. Я бы в этой беседе рядом Александра посадил. Потому что... А давай посадим, будет. Не, ради Бога. Заодно скажем про удивительные... О, вот, как раз момент сказать про самую удивительную на своей ситуацию, не поддающуюся никакой разумной теории вероятности. Сейчас Егор узнает, обалдеет. Сейчас Егор обалдеет. Итак, перед вами сидят три человека. А вот с какой вероятностью у трех случайно взятых людей день рождения у всех троих в один день? По-моему, я посчитал одна сто тридцать четыре тысяча, что-то такое. Одна сто тысячная и даже меньше. Тридцать четыре тысяча, да. Вот. Ну, это одна тридцать шестьдесят пятая в квадрате. Ну да. Вы видите перед собой трех людей, родившихся 13 декабря. Трех, не двух. Да. Значит, вот, пожалуйста, Алексей Саватеев, вот Влад Админ, а вот Александр Золотухин, репетитор ЕГЭ. И так как мы начали обсуждать образование, мы его пригласили. Ну, конечно, конечно. Тут же в кадр. Только мне как-то неудобно потерпеть. Ну почему? Все нормально. Ты самый большой. А, ну это тогда все. Так что все нормально. Вот, то есть вот 13 декабря, я всегда говорю, ребята, осторожно с Тервером, осторожно. Тервер, великое изобретение Калмогорова, работает только на аксиомах. Как только аксиомы из него выбили, да, уже все, да, он без гусеничного хода, да, он уже все. Прокручивается. Так что, когда аксиомы независимости мы уберем, она в жизни, на мой взгляд, не выполняется совершенно, то вот мы получаем такое потрясающее совпадение, что мы все трое 13 декабря родились. Чистая правда. Да, причем случайно об этом заговорили. Да, это приглашенный, значит, вата-админ. Я говорю, о, как я рад с тобой наконец встретиться вживую, да? Да. Ты представляешь, ты находишься в обществе, ты можешь загадать желание, говорю я ему, потому что ты находишься в обществе двух людей и родишься 13 декабря. 13 декабря, говорит Василий. Ну так я тоже родился 13 декабря. Да, у нас, конечно, просто глаза на лоб поедут. Это что-то, это просто, нет, ну какой тервер, ребят, ну какой тервер? Мы можем треугольник желание сделать. Или Егор сейчас загадает сколько желание сколько хочет. Пускай за деньги внутрь, да? Да. Ну вот, но мы начали про ЕГЭ. Ну да, наверное. Я про ЕГЭ должен сказать следующее, что если мы возьмем машину времени и откатим ее назад, то ни в коем случае его водить не надо. Вот это мы стоим на момент, когда начинается, да? То есть мы... 2004 год. Да, то есть оставьте все в покое, как бы, и ничего вообще не надо трогать. Зачем вообще что-то трогаете там? Ну вот, было как-то и было. Но что касается сегодняшнего дня, 2019 года, спустя 15 лет, единственное, что я хочу сказать, не кошмарьте реформами дальше и так умирающую систему образования. Еще один шоковый удар, и она умрет совсем. Поэтому отменять ЕГЭ сегодня я бы ни в коем случае не стал. Ну окей, просто... Я не понимаю просто как это будет, вот механически, что это будет, произойдет. Вот отменят ЕГЭ, да? А учителя продолжают, естественно, к нему готовить, они уже привыкли. Гестерезис. Ты же понимаешь. Они только привыкли. Они только привыкли. Их теперь бах, снова. Я наоборот стал отучать их. Я что делаю? Я говорю, слушайте, дорогие педагоги, на вас лежит ответственность. Ну, абсолютно такая вот, ну, тяжелейшим грузом, но и прекрасным тоже. Вы должны учить детей. Ну, казалось бы, это оксюмарон. Учитель математики должен учить детей. Но оксюмарон, потому что на самом деле не оксюмарон, не оксимирон. Потому что они должны, с точки зрения директора их школы, их прямого начальника, надрачивать детей на ЕГЭ. Ой, натаскивать. Вот. И делать только это. И это уже противоречащие цели. Нет, ну просто. Разбирание, там, десяти вариантов ЕГЭ за месяц до экзамена – это одно, это еще можно понять. А разбирание этих ста, там, вариантов в течение двух лет подряд – не понять, не оправдать нельзя. Я вот о чем. Просто дело в том, что научить математике, ну реально, можно там процентов пять, наверное. Ну, если говорить о настоящей математике. Да, ты называешь моим те же самые проценты, которые называю я. Да, в том-то дело, что я не знал, но я сейчас чисто придумал, честно, я не знаю. Ну, вот прямо на пять. Я так и говорю всегда. Ну, в девять процентов они не будут по ЕГЭ поступать, они будут поступать по Олимпиадам. Нет. Олимпиады, я не знаю. Нет, ты ошибаешься. Дели еще на тысячу, и тогда ты будешь прав. Нет, неправильно, неправильно. Это только все. Ну, давай посчитаем. Перечневых Олимпиад, еще несколько десяток. И по ним поступают. Ну, давай посчитаем. Давай посчитаем. По какой Олимпиаде можно без ЕГЭ поступить на экзамен? Ну, то есть, где? Высшая проба – две Олимпиады МГУ. Ты, кстати, в этом лучше разбираешься, давай посчитаем честно. Я не помню, сейчас именно я. Ну, давай попробуем. Хорошо. Ты поможешь, да? Значит, в серосе. Ну, да. В серосе. Высшая проба. МГУ. Две Олимпиады у них. Покорива Роман Гор и Ломоносов. Потом Олимпиада МФТИ. Так. Потом Межвузовская Олимпиада. Шесть. Ну, давай будет десять. Десять – это только московские, не считая региональных. А есть региональные Олимпиады, которые сдав ты без экзаменов? Да, есть. Я просто по математике не могу сказать. Да, еще Московская Олимпиада школьников городская. В принципе, есть, просто я сейчас не могу их все сказать. Ну, там изумруд, например, какой-то есть, что-то такое. И прямо в физтех, да? Что что? Прямо в физтех, да? В физтех нет, но в местные, в местные там урасти. Все хотят в физтех. В физтех, так здрасте. В физтех почти исключительно. Ну, хорошо, ладно. Давай так. Тут действительно вопрос, в какой верх? Ну, это получается несколько тысяч школьников. А сколько вообще? Несколько тысяч. Так у нас заканчивает миллион человек. Из них далеко не все пойдут потом по математике, по физике. Кто-то станет юристом, кто-то, не знаю, может быть, офицером станет. Ну, четверть по математике точно пойдет. Ну, четверть по математике пойдет. И не знаю, что-то мне не нравится эта цифра. Мне кажется, несколько сот. Нет, если посчитать все там. Ну, другое дело, что там многие, конечно, пересекаются. Да, олимпиада СПБГУ потом есть очень крутая, да. И так дальше. Но они свои. То есть, как бы, на эту олимпиаду ты пришел, ты поступишь в этот вуз. Нет, ну, там дается 100 баллов. То есть, например, да, в свой вуз ты точно поступишь. Но, как правило, значит, вуз ниже урангом ты тоже поступишь. Немножко сложнее все, все-таки. Вот. Ну, там сложная система. Я бы сказал, что, ну, давай так, на тысячу, конечно, делить не надо. Это да, это ты меня убедил. Но не пять процентов. Нет. Там, я думаю, что речь идет о каких-то долях процента. Если честно. Но, все-таки, если посмотреть, вот кто поступает на самые крутые места. Вот там, где реально. Ну, вот я, например, знаю свою экономику. Нет, в смысле, то, что поступают только олимпиадники, я понимаю. Но это и утверждается, что, на самом деле, старшимся приходится сдавать ЕГЭ. Окей, хорошо. Но тогда, может быть, просто дополнить ЕГЭ более широким, значит, спектром олимпиад. И все. То есть, просто чуть-чуть расширить это все. Олимпиады хорошо работают. Ну, там хорошие задания делают, хорошие люди умные. Ну, прекрасно видно, что там те, кто поступают по олимпиадам, в общем, чаще лучше учатся потом, чем те, которые... Естественно, да. А те, кто баллы, да? Ну, вот у нас сейчас есть Сириус, который, значит, появится. Да, вот и все остальное. Ведь там все это хорошо работает. Так просто расширить чуть-чуть эти олимпиады. Ну, понятно, их надо контролировать. Ну, хорошо, да, нет. Сегодня, да. Сегодня, да. Сегодня никаких реформ не надо больше делать. То есть, нет. Ну, может, единственное, что просто расширить эти олимпиады списки. Расширить и отменять игры сейчас в несмысле. Не, ну, я вот хотел сказать, что многие ребята достаточно, ну, круто шарят. Вот у меня прям есть, ребята у меня занимаются, ну, прям супер-мозги. И такой думаешь, ну, просто, ну, молодец. Ну, точно поступит, наберет там высокие баллы. Я говорю, а что насчет олимпиад? Он такой, да, я не хожу что-то. Я такой, а что не ходишь-то? Ну, я не знаю, я этим не занимался. И всегда так, и всегда. Это вот просто меня, я это сто раз видел, когда сидит очень умный, реальный чувак. То есть, ну, у меня вот буквально там вот сейчас в одиннадцатом классе пришел, значит, чувак. Вот он решает экономические задачки, он очень хороший математик. Хотя он из Московской области, насколько я помню. И я думаю, что, блин, если бы он начал в девятом классе экономикой заниматься, он бы сейчас в одиннадцатом уже сидел, значит, курил бамбук, потому что он в десятом уже там все выиграл, что только можно. Он сейчас там за два месяца уже делает. Кстати, прикольно. Перед вами сидит репетитор ЕГЭ, репетитор Олимпиад, тренер, да? Ну, первый. И, значит, человек, который выкладывает уроки по науке. То есть, как бы, три этапа. Ну, поэтому... Прикольно, да, это очень прикольно. Я все время говорю, что типа... Ну, на самом деле, Олимпиады я тоже разбираю. Олимпиады разбираю. Даже иногда теперь стал разбирать ЕГЭ. Ну, я не по математике, естественно, да. А, ты по экономике? Экономика общества знания, да. А ты к Данииле Федоровых ездишь на школу где-то? Нет, нет, не езжу, но нет, 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 нет. У меня все как бы. Я вообще, я сам по себе. Тебе нет? Я основном работаю на регионах. Вот в чем фишка. То есть просто на региональных. Потому что региональным ребятам им откуда взять все это. Да, то есть они не могут ходить в ЦПМ какой-то. К ним уже тоже на школу. Да, но дело в том, что к нему все-таки едут уже те, кто хоть что-то знает, как правило. Ну да. Основно. Понятно. Да, очень интересный. Да, очень интересный. Я, короче, почему это сказал? Просто, ну, вы как бы теряете из контекста вот этих вот ребят, которые способны к математике, просто ленивых ребят, которые модально не дошли до этих олимпиад. Ну, это может быть просто фишка, потому что надо как-то их стимулировать. У нас же вообще по большому счету заботиться о том, чтобы, значит, ребят побеждали олимпиадах только вот департамент образования Москвы. Я знаю, что, например, вот там один парень в находке победил, ему за, значит, победу на все расседали, по-моему, то ли 10 тысяч, то ли 15 тысяч. А Москвы тут полмиллиона. Да, я знаю, я в курсе. То есть им просто наплевать на это. У меня сын за участие получил 100 тысяч рублей. Ну, в том-то и дело, да. А он восьмом участвовал за девятый, не выиграл. Вот. И, как моя мама говорит, это просто, ну, это просто разврат. То есть при пенсиях, которые у нас есть, мама считает, что это просто разврат, да, либо 10 и хватит. Ну, конечно, все равно сказать спасибо, но. У меня ученик, ну, вот где-то на Дальнем Востоке занимается. По-моему, ну, точно не буду говорить, город брать. И он набрал, ну, вообще по меркам Москвы, у меня вот куча ученики в оффлайне, набрал 86 там и там 90 с чем-то. Ну, короче, ну, такие баллы, так себе. И он по своему округу оказался в каком-то топ-5. Да, да, да. Ему заплатили 200 тысяч, представляете? А бывает и так. Это Камчатка? Да, по-моему, Камчатка. Ну, это от региона к региону, понимаешь, это зависит от региона. Это если, грубо говоря, у тебя в регионе лидер нацелен исключительно на свои дачи, то это одна история. А если он, значит, немножко совести у него осталось от движения по политической лестнице, то другая. Ну, между прочим... Ну, конечно, большие суммы, я даже не знаю, как к этому относиться. Ну, с другой стороны, мама с папой, им было сейчас 50 лет свадьбы. Им дали 10 тысяч рублей. А сыну за участие в Олимпиаде 100 тысяч. Ну, с другой стороны, они много работают и, как бы, в принципе, любой труд должен быть оплачен. В принципе, труд школьника, который ко всему этому готовится, они реально много пашут, там, по много часов в день. Ну, вот я по сыну скажу, что он просто фанатеет от этого и все. Ну, конечно, да. Мне плевать на это. Не, это понятно, это понятно, что... Я, кажется, за него не отвечаю. Книжка можно написать коммерциально. Понятно, да, естественно. То есть там 80 баллов – это что-то неудающееся. Там высший балл в городе может оказаться там 70. Есть один такой школьник, он, значит, из находки написал, значит, ЕГЭ по математике 92. И вот тот самый, который призер по этой самой, по экономике. И его учителя, значит, он уже, естественно, в 11 классе, ну, не очень активно ходил в школу. Вот, значит, и они его постоянно ругали. Говорили, ты никуда не поступишь, ты в школу не хочешь. Ему эта школа 200 лет не нужна. У него, значит, математика ненужная, он написал там на 90 с лишним. Значит, призер в СЕРС и всего остального. А учителя вообще не понимали, что бывает такое, что человек там участвует в каких-то в СЕРС. Что он там может быть... То есть для них это какая-то такая совсем фантастика невозможная, да, что вот... Ну, они никогда этого не видели. Для них там один когда-то поступил в МГУ, и для них это там... Они вспоминают это десятилетиями буквально. Кстати, это, между прочим, большая проблема. В Майкопе мы ездим по деревням, и там не знают, что такое ФСТЕХ. А ты из Краснодара, круто. И, кстати, это у меня такая, не знаю, травма жизни. Ну, ты знаешь, да, что мы в Майкопе у нас математический центр сейчас? Да-да-да, знаю. Но там, кстати, есть... Господи, забыл фамилию, кто занимается математикой школы. А, в Краснодаре? А, в Краснодаре? Бирюк. Бирюк, Господи, как же его... Он тоже с Мехматым был. Ну вот, Андрей Бирюк точно с Мехматым был. Еще один, да? Да. Я к нему даже несколько раз ходил. Я забыл. Наверное, наверняка его. И у меня просто... Фишка в том, что в Краснодаре, да, большой город. Сейчас там население уже с агломерацией полтора миллиона. На самом деле с агломерацией уже полтора там. И там нет ни одной физмат-школы. И это очень обидно, потому что в каком-нибудь Кирове... Может быть там... Ну, какой-нибудь Киров это... Ну да, может быть там действительно ребята и поумнее. Это Игорь Соломонович. Ребята там, наверное, поумнее, да. Которые очень скептически относятся ко мне, но учитель он гениальный. Наверное, да, наверное. Да, но все равно там есть эта организация, система... В Челябинске есть великолепная физмат-школы. Легендарная, да. Не во всей России там. Да, да, но один из лучших, да. И, ну там, про Новосибирск не говорю, да. И вот еще проблема заключается в том, что все зависит от того, где ты родился. Да, если ты родился в условно Кирове... Если тебе повезло родиться в Челябинске или Кирове, это одна история. В Ярославле, Рыбинске и так дальше. А в Краснодаре ты рождаешься, да? Или не знаю, где там еще какой-нибудь еще большой город. Один мальчик есть в Астрахани, да, он родился. А в седьмом классе, в этом самом, на Сириусе он рубил, ну, круче, чем девятиклассники, десятиклассники, в общем. У меня на лекциях очень сложных лекциях. Я его спросил, аж с кем он работает в Астрахани. Ни с кем. Он говорит, я по скайпу с Москвой работаю. В том-то и дело, да. Ну, потом его вывезли в Сунц, и сейчас он золотая медаль на Межнаве. Ну, слава богу, да, но всех-всех в Сунц не вывезешь. Сунц как бы не резиновый, всех в Сунц не вывезешь. То есть, все равно, да, и вот, например, в моем Краснодаре, да, там просто не было ни одной физмат-школы. Почему, в общем, я до сих пор по этому поводу комплексую, что у меня с математикой до сих пор, в общем, разные отношения там, да, были на протяжении жизни, вот. Ну, я бы, конечно, хотел ее знать в сто раз лучше, чем я ее знаю по факту. Вот, и это обидно, да, и вот, не знаю, там сейчас Кириенко хочет сделать какую-то сеть школ, вот таких хороших, типа гимназий, вот такого вот уровня дореволюционной гимназии, где, понятное дело, ну, понятно, что такое дореволюционная гимназия, а в сравнении с нашей общеобразовательной школой. Даже вопросов нет. Ну, да. Вот он хочет там что-то такое сделать, ну, не знаю, получится у него или нет, типа вот придачу к Сириусу, типа Сириусу. Теоремы, основной теоремы арифметики, разложение числа на простые множества единственные, и потом, значит, когда каждый раз это вызывает исключительное напряжение интеллекта и учителями, и учениками, и вот проходит два урока, мы ставим точку, я говорю, ну, ничего, несколько раз еще повторите, поймете, потом делаю паузу и говорю, в царской гимназии каждый выпускник знал это на зубок. Ну, правда, последний раз я выступал, и один очень скептический дядя этого, только что я превернулся из этого самого. Сказал, что нет, да? Сейчас я пытаюсь вспомнить, откуда я вернулся. Это катастрофа. Я только что вернулся, забыл откуда. Так, я ехал поездом. Нижний Новгород! Вот, так вот, значит, у меня уже все. Ну, Нижний Новгород, столица радиофизики советской. Да, радиофизики. Да, 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 да. Так вот, значит, там один учитель сказал, ну, говорит Алексей, либо, либо, зубок, как бы, выучил просто наизусть и сдал учителя все-таки. Не надо сбрасывать со счетов и такое возможности. Ну, понятно, да, понятно. Ну, то есть, как бы, да, наверное, такое тоже бывало, но в целом гимназия царская. Ну, все, что я знаю сегодня от моих преподавателей ВДП, это за предел. Да, конечно, конечно. Ну, в Неве каждый год вылавливали гимназистов, которые не получалось сдать этот самый экзамен. Ну, и вот эти юноши. Умер от основной теоремы альтметики. Ну, в общем, да, бросались в Неву, в общем, да. Но, тем не менее, конечно, это там несопоставимо. То есть, понятное дело, что то, что у нас сейчас есть, и, конечно, есть там школы, наверное, какие-нибудь, не наверное, физматы какие-нибудь там самые крутые, где примерно то же самое. Да, ну, как бы да. Ну, их был список, он там. Ну, в физматах даже лучше. Кстати, у меня там физматов круче, чем в гимназии. Из 10-го класса. Математика, чтобы было раньше уже. Ну, да, понятно. Но, с другой стороны, намного меньше гуманитарная составляющая. Конечно. Конечно. У меня ученица из 10-го класса, и я там что-то... Ну, вы знаете, есть такие квантеры существования, слышали про них? Он такой, в смысле, конечно, слышали. А я думаю, господи, она в 10-м классе. Я про это узнал там на первом курсе, что бывают какие-то там квантеры. Она говорит, как... Ну, как еще записать фразу. Да, для неудивления, как бы, я в 10-м классе, как я могу не знать, что такое квантер. То есть, как бы, ну, я не меньше не 5 лет. Вот. Я думаю, блин, господи, с кем я говорю? Кто я такой, чтобы их учить? Вот, в общем, да, для меня был такой культурный шок. Меня поставили на место, что называется. Ну, да. Нет, с образованием, я бы сказал, что, вообще, проблемы образования, это не, ну, как бы, не то, что происходит с учениками. Ну, вот, проблема номер один, что большая часть учителей все-таки под напором этих самых своих директоров учат, просто натаскивают к ЕГЭ. Ну, это вот либо снимается просто воспитательной работой какой-то усиленной, да, либо снятием напряжения, вот этого бального напряжения, что они что делают? Проблема в том, что мне кажется, что то, что готовят к ЕГЭ, это единственный фактор того, что большинство школьников вообще хоть что-то учат. Ну, просто я учился не в 57-й школе, я учился совсем в простой школе. Да, я понимаю, я понимаю, ты хочешь сказать, что всех остальных оно только за шиворот тянет вверх. Ну, честно, я вот в своей школе обычной, я не научился ничего. Единственное, что у нас было хорошее, это учитель труда. Вот это был реально крутой чувак, он раньше там был, значит, директором цеха на заводе, где делали измерительные приборы. И вот я, значит, на его уроках научился там, значит, работать на фрезерном станке, на дакарном станке, это реально было полезно. Больше на уроках, вот честно, ну, может, чуть-чуть там английский и математика, выучил немножко русский, наверное. Но, в целом, я вот, ну, вот, походы в школу, они мне дали вот столечко. Ну, вот, кроме каких-то... А как в старой школе был учитель труда? Он меня метнул дурачевым напильником и чуть-чуть промахнулся остырьем мимо этого самого виска. Нет, у нас было нет. Еще несколько раз нанес мне довольно сильные телесные повреждения. У нас, у нас он... Ну, я должен сказать, что я, конечно, тоже был виноват. Потому что, значит, я что делал? Я, значит, ничего не умел вообще. Все говорили, у Саватана растут руки из жопы. Зато голова работает, нормально. Мы у него спишем экзамен. Ну, а на труде уж как-нибудь. И вот, значит, все делают молоток, у всех молоток получился. А у меня какая-то какашка получилась такая вот непонятная. И, значит, они ржут. Ой, Саватан молоток сделал. Ха-ха, говорит, смотри, ты где его достал, Саватан, а? Я говорю, да блин! Зажал его в тиски и начал огромным фомтом. Сверху по нему просто... И тут вошел, а они все лежат на полу от хохота. Я говорю, я тебя породил, говорю, я тебя убью. И начал, значит, его разносить. И тут открывается дверь, входит учитель труда. Все лежат на полу от хохота, корчатся. А я херача со всей силы молотом, гигантским молотом по этому молотку. По тиску, да? И он взял с полки этот самый и швырнул меня в голову мне. Убить мог. Настоящее мог убить. И потом нанес некоторые телесные повреждения. Я на руках труда просто регулярно распарывался. Мне было двойка, двойка по труду. А потом перешел в 57-ю школу, у меня стала четвертая. Оказалось, что я очень неплохо владел инструментами. И даже могло забить гвоздь. А ты понимаешь... Я на руках труда честно распарывал себе всегда пилой один и тот же большой палец. Три раза его распарывал до кости. Потому что надо было в последний день, в конце четверти, нужно было срочно что-то доделать. И я... В общем, это было три раза у меня. Каждый год я тебе распарывал один и тот же палец. Кошмар. Одной и той же пилой. В общем, это было весело. С трудом, да. Мучения труда кончились только в 57-мой школе. Только, да. Да, да. Трудовик там. Но, да, я помню, как это самое. Мой одноклассник, не буду говорить. Не, у нас... Со всех сил просто вот забивая гвоздь. Он просто не понимал, что надо немножко это самое. Он просто поставил на стену гвоздь и со всей силы ударил себе молотком по боюсу. И что у него... Ну, прыгал там, скакал, ну, слава богу, без переломов. Первый раз в жизни взял молоток. Абсолютно первый. Ну, это нормально было. То есть, в 57-мой школе почти все были именно такие. А кто умел чуть-чуть, это буквально там пару человек. Ну, я, наверное, наговариваю, но пять человек. У меня мой трудовик вылечил от астмы. Ну, от чем? Он сам болел астмой, очень тяжело. Но он при этом был, значит, он там... Ну, у него была высокая должность, он был инспектором по технике безопасности. Поэтому он как бы ни в кого никаким напильником кинуть не мог. Он нас заставлял заучивать это все. Незовость и так дальше. И он был... Ну, у него высокая должность была. Он ездил по заводам. Ну, естественно, там пыль, там грязь. Да, у него астма. Он каждый раз что-то новое, да. И что он делал? Значит, он, в конце концов, просто понял, что для того, чтобы лечиться от астмы, нужно много заниматься физ упражнениями. И он просто очень много, значит, себя... Он несколько раз лежал в больнице. Вот. У него астма ушла. Он говорит, вот то же самое делай. В общем, я делал примерно то же самое, там, после школы, там, регулярно, там... Ну, у нас, в общем, мы не столько в футбол играли, сколько просто тупо в догонялки. Там, не знаю, лет было, не знаю, в пятом классе, наверное, в шестом, типа того. Вот у меня постоянно, значит, это была, ну, там, пытка, естественно, когда у тебя астма, у меня там с приступом лежала. Вот, в общем, короче говоря, несколько раз лежал в больнице с приступами и так дальше, там меня увозили. Ну, в общем, да, я от астмы вылечился. У меня не было вот никаких следов астмы уже 15 лет. Круда. Ну, не 15, сколько, а лет 14. Вот, ни к чему. Я сам постоянно с культурой занимаюсь, но, и правда, у меня астмы не было. Ну, я уже, да, как-то я забросил в последнее время с культуром. Да, что заметно. Слушай, а ты как поступал-то, ну, по Олимпиаде, да, в высшую? Да, да, ну, да, там, в общем, да, ну, у меня, да, была Олимпиада, да, я вот по ней. А готовился как, если не в школе? Сам. А, сам? Я больше того, я сам себе писал конспекты. Круто. Вот, у меня не было никаких учебных материалов, вообще ничего не было, я сам себе делал учебные материалы. Вот, и как бы сам их учил. То есть это как Демидович, он как написал свой учебник? Ему нужно было где-то брать примеры, он сам писал примеры. Задачи, да? Да. И так появился его задача. Демидович. Вот, Задачник Демидович появился из того, что он сам себе писал задачи, сам их решал, получился Задачник Демидович. Прямо, Задачник Демидович. Это как Маша и Медведь, где Медведь играет сам с собой в шахматы. Самая известная серия Маши и Медведев, у которой там полмиллиарда просмотров, где Медведь сам с собой играет в шахматы. Не в курсе. Самый известный, самый просматриваемый мультик на Ютубе. Мои смотрели когда-то дети Маши и Медведь, но как-то, что это конец, там русские хакеры и все. Самая крутая работа на свете. Ну русские, по-моему. Он просто друг из Казани рассказывал, как он ездил на конференцию в Америку. Первое время просто нагнетались страсти. Долгое время вступления в конференции было, что самая большая для нас опасность это русские хакеры. Там же какая-то истерия по поводу китайцев. Там это говорят про русских, а там страшные истерии по поводу китайцев. Но китайцы там уже везде, это уже все? Да, но дело в том, что там, на самом деле, просто, там история такая, что недавно одного физика, который считался перспективным на Нобелевскую премию, его просто довели до самоубийства. Его постоянно, значит, там спецслужбы занимают постоянную слежку. В общем, там бесконечно приходят постоянно эти самые ФБРовцы, ЦРУшники в университеты. Да-да-да, я могу прям скинуть там статьи на этот счет. И постоянно, значит, всех там в этих университетах, значит, у вас работают китайцы, они все шпионы, они все агенты, немедленно их увольняти. А, там сейчас творится. Очень-очень, причем, я могу скинуть. Да-да-да-да. То есть там совок. Совок просто. Там даже не совок, там, ну как сказать, совок худших времен. Вот буквально, вот такое вот дело в России. Да, там еще и вот с этой безумной уравниловкой, а где ваши женщины, я не вижу здесь на факультете женщин в достаточном количестве, а мы закроем ваш факультет. Вот это происходит. Да, ну, конечно, да, так наслушаешься, блин, как классно у нас здесь. Но, с другой стороны, уезжают все-таки. Ну, уезжают, как бы, это же от незнания уезжают. То есть они просто не знают, что их там взлет. Я поэтому все время всех просвещаю. Ну, это у меня два знакомых, очень умных математикам. Очень умрете просто и все. Очень умных математикам. Один поехал на PHD в Стэнфорд, другой в Нью-Йоркский. Очень умные, как бы, да. Ну, такие, ну, один прям вообще математик очень умный. На самом деле есть проблема, потому что есть у нас, у нас нет аспирантуры. Да, да. У нас аспирантуры есть только в Сколтехе адекватные зарплаты. Ну, вышки пытаются что-то такое сделать, насколько я слышал. Ну, сейчас вот если, грубо говоря, если эту вот… Какие проблемы надо решить? Первое, чтобы в аспирантуре платили ровно так, как на Западе. Ну, понятно. Ну, тут хотя бы тысячи. Это как раз вопрос про сто тысяч. Ну, хотя бы, да. Нет, тут ничего не сделаешь. Это первое, что требуется. Потому что до этого все зашибись. Да. После этого, более-менее, тоже можно какие-то гранты получить. Вторая проблема – это проблема, значит, 2А и 2Б пункты есть. Вот я бы, я бы, как бы, написал на доске, вот прямо сделал, написал, вот что надо… Вот что надо сделать, чтобы сильно улучшить ситуацию в области образования. А, вот так, да? Значит, первое – аспирантура. Ну, кажется, это понимание есть, но не знаю, что из этого будет. Еще, как бы, у министерства, у всех чиновников растут руки из… Ну, это понятно, да. Причем, не руки, а извилины головного мозга. И они все, как бы, делают, что делают, все делают через задницу. Постоянно, значит, засирая все хорошие начинания. Ну, как бы, если через это пройти, то, значит, вот первое – аспирантура, значит, вот нормально поднять зарплату. Ну, по стипендиуму. Значит, дальше 2А и 2Б – это по грантам. Деньги вовремя – это первое. Это полная катастрофа сейчас. Вот если кто нас будет слушать, может нас услышит Владимир Владимирович Путин. Надо уволить всех, кто сейчас занимается раздачей денег, всех до единого. Потому что деньги, вот, например, по нашему гранту их до сих пор нет. Они должны быть в январе и сейчас ноябрь. Классно, да? Ну, вот сейчас все каждый день обещают, что завтра будет, завтра будет, завтра будет. Ну, вот это то, что, как бы, просто маст. А второе связано с ним – отчетность. Отчетность. Знаешь, что и поросенка есть, да? Них-них, них-них и нах-нах. Да. Вот. Вот это вот поросенок, которого зовут нах. Просто совсем, просто под ноль вообще. На целый год полностью заморозит любую отчетность по любым грантам. Те гранты, которые уже есть, выдавать просто так, сразу и без отчетности. А дальше, через какое-то время, мы будем уже смотреть, какая отчетность реально нужна. Вот, значит, то же самое относится к учителям. Тоже в школах. Отчетность, нах-нах. Вот, 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 вот это вот, вот, вот то, что прямо. Ну, короче, это просто процесс усложняет, и все. И все, больше ничего не происходит. Они полностью неадекватны. Те, кто читает эти отчеты, они никакой вообще никакого адеквата. И пункт три – вернуть от тысячи до десяти тысяч гениальных русских ученых. Русских – это не фашистский термин, а с еврейскими фамилиями тоже, естественно, годятся. Все русскоязычные. Гениальных. Ну, и с любыми другими фамилиями. Татарскими, с какими угодно абсолютно. Гениальных. Я пишу русских, потому что так делали в русской империи фанатом, которой я являюсь. Русских ученых не в смысле их этнического, а в смысле их происхождения по духу и по культуре. Вот. Вернуть всеми разумными правдами и неправдами, которые только можно. То есть не то, что пригласить, получить вот этот грант, где деньги будут в ноябре, и по ним будет отчетность. А без, вообще, безусловно, дать огромную зарплату. И огромная полномочия создать научные школы. Китайская вот эта программа, сколько там талантов, сколько-то там тысяч талантов, как они возвращают как раз из-за чего в Америке истерия, что мы их типа выучили, а они теперь возвращаются. Да, да, они истерии возвращаются. Но то же самое сделать и нам. Во всем проблема. В данном случае можно из Китая взять его. Нормально. Ну и все. Мы обескроем западную цивилизацию под корень. Все делают наши. Наши и Китайцы. Там нет ни одного умного человека местного происхождения. Ну там, за исключением редчайшим. Все исключения мы знаем, это наши друзья. Вот тот знакомый, который... И все, им конец. Потому что у них ни одного умного человека не останется. Они просто рухнут. Это колосс на длинных ногах. Тот знакомый, который в Нью-Йорке учится на аспирантуре, значит, он проверяет работу студентов по-клавушски, кажется. Ну, как обычно, да, аспирант проверяет обычные работы. И он, значит, показывал фамилии. Там 20 человек, и из них 16 китайские фамилии. Да. Сунь Хуевчаева несут им. Типа того, да. Кому-то хероват, да. Да, 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 да. То есть 16 этих самых китайских и вот 4 других, грубо говоря. Да. Ну, это тоже индусы, наверное, да. Ну, я не знаю, я не видел, я помню, что 16 китайских. Ну, китайская... Ну, сборная Америки по внешнему виду мало отличается от сборной Китая. Ну, она вообще не отличается от самого индуса на них. А, два индуса? Нет, и белых на них нет. Простите за фашизм, белых там давно нет уже. Вот. То есть это как бы все понятно. Нет, а та цивилизация, она держится на хорошо, ловко продуманном, ежегодном воровстве мозгов. Это понятно, да. Ну, просто надо свои вещи называть всегда своими именами. Ну, просто фишка-то в том, что все умные... Да, кстати, все умные... Но не все уезжают, то не все. Уезжают просто некоторые, конечно, народы, которые часто изначально настроены отрицательно к режиму, как бы. Просто фишка в том, что умный американец, он скорее всего пойдет не в математику, где ему нужно будет конкурировать тяжело с тем же китайцем арендусом, а, скажем там, в школу права какую-нибудь. Где у него конкуренция будет в сто раз меньше. Ну, rent-seeking, короче говоря. Сколько юристов там в Америке? Да, да, да. Или в крайнем случае хотя бы в экономику, которая, конечно, посложнее, чем право, но все-таки по... Я понял, да. Да, они там умные не в тех областях. Да. Но в конечном счете не юридические аспекты будут определять, у кого какое оружие. Ну, естественно, я же про это и говорил. Поэтому это их не спасет. В игры все равно китайцы они боятся. Ну, скажем так, если говорить об искусственном интеллекте, то скорее да. Китайцы очень быстро стареют. Ну, сейчас вопрос именно в том, как бы вопрос выиграют, это что за вопрос? Нужно его точно сформулировать. В войне нет, а в искусственном интеллекте скорее да. То есть тут как бы... Ну, я сейчас профан. Про искусственный интеллект я профан. Просто мой друг, физик, который очень хорошо в теме, он говорит, что есть три места, где идет драка. Только три. Это США, Китай, Россия. Ну, собственно, можно было догадаться. Ну, про это много говорят, на самом деле. И что Китай ближе. Ну, кто его знает, как сложится. Мне вот кажется, проблема России, то что производства мало. Ну, конечно, да. То есть он заканчивает матфак, а куда он дальше? Ну, то есть, может быть он пойдет на луку. Знания есть, а что их делать? Да. А дальше что? В Яндекс пойдет? Касперский. Ну, много чего. Иксон софт. Я не постесняюсь его порекламировать здесь. Мурат просит умных людей, говорит, сколько угодно возьмем на работу. Я с радостью. Я с радостью. Я с радостью. Если нас слушают умные люди. Да. Иксон софт вперед, ребята. Пусть идет в Иксон софт. И как это, без зазрения совести, да. Иксон софт нам помогает, я его рекламирую, почему нет. Умные люди, идите работать в Иксон софт. Да. Так что, нет, на самом деле, это как бы куча, я не согласен. Я считаю, что человек, который уехал за рубеж в поисках заработки, не в науку, где он лишен вот этого вот, вот этого отчетности, ну там еще можно обсуждать, что вот он уехал, там будет свободная жизнь. Но если он уходит в бизнес, а здесь не нашел себя, это полный бред. Это значит, что он просто не искал. Это значит, что у него не изначально была целью уехать. Ну тогда на хрена нам такие нужны-то? Ну пусть уезжают. Не, ну может он не хочет именно наукой заниматься, а хочет приложить знания. Да, приложить, но вот нет, у нас есть компания. Почему? Я не согласен с тем, что у нас нет производства. У нас оно есть. Ну, кстати, про то, что мало просто. Ну, я бы так сказал, на первый эшелон хватит, второй, да, второй уезжает. Про то, что из региональных вузов они часто уезжают. У меня вот тоже. Из региональных очень много. Из Новокузнецка он учился в ИТМО, в Питерском. Какое-то время поработал в Питере, и он уехал в Дубле. Ну понятно, да. Нет, такие случаи бывают, условно, ну как бы. Я просто сейчас вспоминаю как-то своих, да. Такие случаи бывают, но это же, опять же, это тоже экономика. У нас есть огромное, огромное, огромное предложение мозгов. В других местах есть огромный спрос, а предложение… Нет, это понятно, да. Ясно, что… Так же работает Индия, и тоже… Ну да, а что тут сделать, да. Просто важно, чтобы какая-то часть оставалась. Тут вопросы… Еще было, чтобы возвращалась, конечно. Третий пункт – это все понятно. Просто как бы… Это все. То есть я могу… Ну, как бы эти пункты я вполне могу пообещать. Если я был министром образования, это будет сделать. Ну, судя по этим пунктам… Это как пообещать? Вот здесь… Это я могу действительно пообещать. Это все-таки можно настроить. Здесь, конечно, я не могу, я позвоню, там скажу, слушай, мужик, завтра тебе в России все. Он сказал, а пошел ты со своим Путиным, да. И тут я уже ничего не смогу сказать, да. Потому что, так сказать, Путин – это давности. С другой стороны, да. С одной стороны Путин, с другой стороны как бы… А с другой стороны ФБР. С другой стороны ФБР и как бы… Человек, почему Путин хуже ФБР? Да, 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 да. Небольшой там… Обязательно, чтобы половина женщин была… Ну, какой-то бред, да. То есть бреда везде полно. В общем, и пытаешься выбрать как бы, да, в общем… Да. Это как… Это самое в анекдоте обезьяна пыталась выбрать между самыми умными и самыми красивыми, да. Вот примерно то же самое. То же самое, да. В общем, если он просто скажет, что он наш… Ну, просто вот ненавидит наш режим, тут ничего не поделаешь. Это вкусовой там. Человек, который там… Его каждый день нагибают и насилуют извращенным образом, и он при этом говорит, что он ненавидит абстрактный пустинский режим, ну тут ничего уже не поможет. Это клиника. Ну, пусть ненавидит. Я говорю, нам как бы, нам нужны разумные люди. Ну, все-таки совсем уж такие безумные. Ну, пусть уезжают. Почему же нет? Вот так. Такая жестокая, да, формула получилась, да? Ну, не знаю, по-моему, наш режим тоже вполне себе может каждый день насиловать и… Ну, так, наверное, в Америке тоже можно сидеть и… Нет, нет. Тебя придет и скажет, где у тебя сотрудница женщина и негр. Почему? Нет, в Америке тебя достанут. Ну, а тут… Нет, я к тому, что в России, если у тебя нет телевизора, как тебя достанут-то? С другой стороны, это тоже логично, в общем-то. Ну, вот, я не чувствую никакого давления. Ну, не знаю, у нас вот… Промывание, Марти, кто-то нас… Ну, все-таки нет, ну, все-таки ты живешь как бы в обществе, где там куча людей, действительно, все это там, значит, про… не знаю, про какую-нибудь там… про что я там, не знаю, про… про Украину какую-нибудь, который всех уже сдавал. Ну, банально, да. Да. Ну, знаешь, сейчас я тоже… Про Украину я и так все знаю. Зачем мне телек? Мне не нужен телек. Тебе это… Нет, в смысле, я все знаю… Нет, я просто согласен, что… У меня переписка широкая. Средний русский, да, он, конечно, там… значит, не верит… Ну, с намного меньше вероятностью всерьез верит всему этому телеку и всему тому, что… Ну, да. Уже природа в СССР. Потому что среднеамериканец или там средненемец, он искренне в это верит, ему реально все это промыть мозги, да, а среднерусский, в общем, он к этому относится в лучшем случае. Ну, конечно. Нет, это… Совершенно… Я согласен, это понятно. Свобода выше здесь. Это просто, безусловно. Но будут говорить, что есть статья «Экстремизм» и непонятно, что ты напишешь в интернете, а тебя раз и посадят. Ну, бывает, да. Это актуальный вопрос. У нас с тобой это очень серьезно вопрос. Клуба-блогеры, да. Я вот сейчас шел, я читал статью в новых «Экстремизм» о том, что ктитора университета Дмитрия Барашкова сказал, что Дмитрий Медведев на самом деле не настоящий правитель. Там это было просто вот… Да, да, у нас это самое. Все, все. Это просто какой-то опасный сумасшедший просто… Вот он сказал, что Дмитрий Медведев там что-то выступал в «Дамосе», а он на самом деле ничем не управляет. Это вообще как это возможно? Пишет газеты. Я вообще… Я тебе должен сказать, что заказ это был частный. Ну, это понятно. ФСБ так и не проявилось и открестилось от него заказа. Ну, у нас были бы проблемы, наверное, если бы это был ФСБ. Все-таки. Нет, понятно. Там не совсем идиоты, чтобы так ерундой заниматься. Ну да, то есть это не тот уровень, наверное. Наверное, да. Ну, в общем, я к тому, что… Нет, блогер там… Блогер, да, что-нибудь не то скажет. Риск есть. Но я не знаю, это такой обычный наш риск. Ну, в России всегда, кстати… Кто высовывается… Знаешь, как Эйлер, да, жил в России? Да. Вернулся, когда первый раз… У него было два периода… А я не знаю. Я знаю только, что он похоронен в Питере. Я не знаю. Да. Ну, история очень интересная. Значит… Он жил в России. Нет, вначале он жил за рубежом. Ну, понятно. Потом его, значит, пригласили в Россию. Как-то там… Я не помню, там что-то с кафедрами было, ему некуда было попадать. Там кафедра закрывалась, там где он был. Ему… Его пригласили. Он приехал в Россию. Работал довольно много лет в Академии. Да. Был обласкан, там огромная зарплата, то всё, содержание. Ну, как-то холодно, тоскливо. В общем, он в какой-то момент уехал. И он на приёме у какой-то там ихней… Ну, понятно. Герцоги. Да. Да. Почему… Вот… Почему у нас вот Эйлер так молчит и молчит. А он такой говорит, ну, я, говорит, вернулся из страны, в которой тот, кто много говорит, того вешают. Ну, и как бы… И вот на этих вещах, на этих отдельных, да, строится там великая мифология России. Но что-то в этом есть. У нас как бы… У нас… Ну, даже если не вешают там… Если человек слишком много вякает, у него всегда будут проблемы. Обязательно. Не обязательно от власти. Ну, будут. У него от кого-то будут проблемы. Там, меня… У меня постоянное давление там не власти, а кого-то происходит, там, я вякаю, на меня давят. Это… Это типичное, действительно, для России, что… Ну, я как бы… Ну, что ты тут… Мне кажется, пик свободы в 90-е у нас был. То есть, 90-е вообще говорит, что хочешь. Ну, понятно. Скорее даже не 90-е. В начале нулевых. Вот вообще всем… Просто… Так. У нас тут прервалась запись. Так что мы еще раз сейчас продолжим, да. Значит, что мы говорили? Я рассказывал про Элера. Про Элера. Что у него за жизнь, да, была? Да. Ну, в общем, мы останемся, по-моему, на том, что он вернулся в Россию. Да, он снова вернулся в Россию и уже доживал здесь и умер здесь и похоронен здесь. Вот. Ну и, так сказать, то, что мы говорили, что Элеры сейчас помнят все, а этого Фридриха… Да. Да, да, да. Которого он очень молил, толком никто и не помнит. Да. Что он ушел в небытия. Кто такой Брежнев? Да. Знаешь, что такое Брежнев, да, шутка? Да. Человек эпохи Аллы Пугачевой, да. Ну, типа того, Райкина, да. Да, да. Не Райкина. Это политический деятель времен, значит, Колмогорова, допустим. Ну, это самое известное только, да. Самое известное, что вот Аристотель был учителем Александра Македонского, или Александр Македонский был учеником Аристотеля. Что важнее? Это вот древняя загадка. А-а-а. Единственный случай, когда, значит, все спорят о том, что важнее, то, что Александр Македонский был учеником Аристотеля, или то, что Аристотель был учителем Александра Македонского. Но другая пара – это Тамерлан и Амархаян, да? Амархаян жил при Тамерлане. Я правильно понимаю? Я что-то вообще не помню. А я не помню. Я помню, что при Тамерлане жили эти самые великие астрономы. Может, я перепутал с кем-нибудь? Улукбек, может быть, нет? Я мог с кем-то перепутать, честно сказать, к сведу своему, но Тамерлан возвращался в Самарканд, лучший город на Земле, и общался с кем-то великим. Наверное, с Улукбеком. Потому что Хаян что-то был раньше. Не могли, да? Амархаян, да. С Улукбеком, наверное. Значит, да, ага. Или Улукбек тоже. В общем, не важно, да. Ну ладно, в общем, так или иначе, да. Как видите, у нас есть проблемы небольшие с истории восточной. Но то, что там фантастически в арабском мире был просто фантастический расцвет. Был, да. Что-то... Читаешь про это просто... Тамерлан тоже... Какой-то рай на Земле. Не арабский, да. Что там было? В 11-ом. Ну, не в 11-ом, скорее, где-то в 10-ом. Тогда, когда был мрак и ад в Европе, там был просто вообще такой расцвет. Да. Нет, ну это так много где. Например, есть сейчас документы, там, в 11-ом веке Китай выплавлял железо больше, чем Европа 18-ом. В начале 18-го. Серьезно. У них там были печатные деньги и так далее. А почему они не хотели всех завоевать? Они могли бы, наверное, вот так это сделать, да? Ну, потому что китайцы, китайцы не очень умеют воевать. Вот так, да? Да. У меня просто Борис Сергеевич-то все пытался убедить, что Китай нас завоюет. Китайцы, да. Прямой пешей войной, ну, сухопутной войной. Вот они войдут на территорию Сибири, и мы ничего не сделаем. Я говорю, а как же, а мы не швырнем у них ядерную бомбу? Он говорит, ну как же, а если мы швырнем, они швырнут, никто же на это не пойдет, говорит Борис Сергеевич. Мне оказалось, что он не прав. Но мне трудно было его убедить в этом. Я недавно читал статистику. Там на Дальнем Востоке строят большой этот самый завод. Верх большой. Да. А вот и каменщики китайские, которые там работают, получают 100 тысяч рублей. Так что самая главная проблема у Китая в ближайшее время, видимо, будет от мигрантов как бы с Дальнего Востока защититься, по-моему, а не захватить этот Дальний Восток. 100 тысяч рублей получает каменщик на строительстве верфи вот на Дальнем Востоке. Вот это да. Ну, сами. Зачем нам захватывать? Да, да. Не совсем понятно. Если мы и так платим, то очень куча денег. Ну, в общем, да. Да, да, да. Да, не, ну от этой миграции, понятно, никто не застрахован, и она обязательно будет продолжаться, это ясно. А вот прямое военное, да, я не против, на самом деле, нисколько. А вот прямое военное воздействие, мне кажется, мало вероятного, это что-то вообще. Ну, он говорит, а как же так, вот они делают танки, а зачем еще им танки, если они были борьбы с Россией? Ну, кстати, они, наоборот, у них реформа последняя военная, они очень резко сократили сухопутные войска и начали вкладывать почти все во флот и в авиацию. А, надо сказать Борису Сергеевичу, потому что… Да, 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 у них реформа последняя, они сократили сухопутные, у них раньше сухопутные войска были примерно 8% от общей численности, сейчас там что-то около половины. Ну, тогда Борис Сергеевич просто не располагает данными, да? Ну, а новые танки они для всего нужны. То есть они отказались от войны с Россией. А новые танки они для всего нужны, они ж нужны, не знаю, там, Тайвань завоевывать хотя бы. Ну, вот он говорит, что, типа, единственная большая сухопутная граница – это Россия, он делает вызов, что они собираются на нас, в общем, напасть. Ну, так-то они с Индией воюют регулярно, там, правда, сухопутной границы нет, действительно. В общем, мне настолько сложно представить себе, что Китай на нас нападет, прям настолько сложно, что я не могу это себе представить. Я могу себе представить, что он нас победит в техническом отношении, это, пожалуйста, ну, будем таким, ну, таким, как бы, ну, там, младшим, да, братом северным, в техническом плане, это да, это я могу себе представить. Зато в духовном отношении, там, понятно, что… С другой стороны, Канада тоже отстает от США, но канадцы бы это как-то не очень сильно… Ну, то есть, да, нет, ну, это явно, да, нет, явно, что это нас непонятно, зачем должно волновать, что мы будем в техническом отношении менее развиты. Пекин мы брали. Пекин мы брали. В 1900 году, когда было подавление боксерского восстания, русские брали Пекин. Так что, да. Они Москву пока ещё не брали. Астрахань брал. Да, да. Они Москву ещё пока не брали, так что, в общем, пока что 1-0 в нашу пользу. Да. Ну ладно. В Москву, да, в Москву только французы, да, получается. Думаю, не будет второго раунда, так что… Да. Слава Богу. Нет, я тоже не верю, нет, в войну с Китаем я не верю. Вообще. Нет, я скорее там не понимаю, что происходит на ближайших границах западных, юго-западных, да, это непонятно, что происходит. Да, я там вообще просто не понимаю, что происходит. То есть и какие политические решения там будут принимать те или иные люди и так далее. На Украине то, что там ты рассказываешь про то, что ограбляют там по 20 машин в день на трассе Киев-Одесса? Нет, ну дело в том, что 20 не 20, но там просто регулярная действует банда, которая тупо грабит машины на трассе Киев-Одесса, да. Ну вот, представь, там, не знаю, там Москва-Петербург, чтобы там регулярно какая-то банда, буквально вот чуть ли не каждые два дня, не какая-нибудь банда ГТА, которая там просто убивала, да, значит там была дорогая. А здесь это просто как обыденность, то есть там, опять же, можно спокойно купить калашников за 500-1000 долларов, то есть без всяких ограничений. Полная потеря управления государством, да? Алистарианство наступило. Ну вот, в 90-е годы, да? Да даже хуже, наверное, потому что в 90-е все-таки купить просто так калашников, ну, по-моему, было сложнее, по-моему, даже в 90-е. Хотя говорят, что на обучении трех вокзалов можно было гранатометку покупать, так что черт его знает. Да нет, но он, если фильм «Брат» посмотреть, я не знаю, насколько он достойный. Эхо войны, да? Ну, опять же, эхо войны, он покупает старые немецкие эти самые, вот, да, то есть, значит, калашников купить было не так и просто. Ну, тогда не очень понятно, так я знаю, что власть, как бы, она реально, ну, не очень понятно, на чем держится, да? Ее фактически нету, да? Ну, как бы ее там вообще исторически не было, начиная с 90-х годов, то есть, вот, скорее, такой феодальный режим. Как, вот, в феодальном режиме, на чем все держится? Ну, как бы, вот, на феодалах, типа, на местных стронгменах. Да, ну, типа, вот, Коломойский, это как самый классический пример, а таких Коломойских, значит, уровня там меньше, их, значит, всеми утыкана вся Украина, вся сельская местность. Там, то есть, власть контролирует, там, Киев, и, может быть, там, еще какой-нибудь Харьков, может быть, ну, и то такого, весьма условно. Прикольно, что при этом у них сборная нормально играет футбольная. А как это вообще должно, ну, это, по-моему, не должно стоить? Ну, вот, да, наверное, ну, до какого-то момента, ну, то есть, все равно же, ну, это должно быть тогда общее понимание, что сборная – это их общее дело такое, да? И это надо поддерживать и бандитам, и не бандитам, да? Ну, когда-то, например, бразильская сборная была… Вообще, да, да, Бразилия побеждала в Чемпионате мира у них всю жизнь. Там, ну, раньше считалось, что, значит, составляли эти комментаторы, значит, несколько сборных Бразилии, каждая из которых могла бы участвовать там в Чемпионате мира, да, сейчас уже такого нету, но… А может, наоборот, так и есть, потому что, как украинцу вылезти куда-то? Ну, в том-то и дело, да, единственный социальный лифт, конечно, футбол или поехать в Польшу собирать клубнику, как бы, футбол лучше, наверное, чем собирать клубнику. Футбол лучше, да. У них школа просто есть, я думаю, есть энтузиасты, которые этим занимаются, а деньги, они, ну, тут второстепенные, по большому счету. Ну, наверное, да, ну, как бы, в принципе, чтобы научиться играть в футбол, наверное, там, хотя бы на каком-то базовом уровне, может быть, и не нужна особая школа, просто нужен энтузиазм. То есть, потом уже, понятное дело, там нужны тренера и все остальное. Ну, тактика, понятно. Я вообще очень далек от футбола. Не, ну, я понимаю, ну, какие-то там, в общем, футбол слишком масштабное явление, чтобы его вообще игнорировать. В Китае, между прочим, что-то я видел, что-то 200 миллионов, что-то китайцев смотрели, значит, дерби, Реал Барселона. У них дико популярен футбол, они сами в него играть не имеют. Чем они не могут играть, в чем проблема? И, значит, они что делают? В чем проблема сделать сбор, на котором всех порвет? Значит, они покупают себе, значит, этих самых иностранных звезд. И как устроен футбол китайский, рассказывают. Значит, по полю ходят примерно штук 16 китайцев. И, значит, по этому полю бегают со страшной силой вот эти шестеро там бразильцев или испанцев и так дальше. А китайцы, значит, ходят за ними и не понимают, что происходит, где мы вообще, что происходит. Вот эти, значит, между собой бегают. Три на три. Да, три на три. А вокруг тех, как бы, вот это вот такое, значит, такое броуновское движение из непонимающих, что происходит китайцев. Это называется китайский футбол. Ну, по крайней мере, так рассказывают те, кто это видел. Прикол. Вот примерно так. Дюба собирался, кстати, уехать в Китай после чемпионата, но передумал потом. Мы там говорили про ЕГЭ. Да, да, вернемся наконец-таки к ЕГЭ. Да, что-то мы там нарисовали, потом еще улетело из-за того, что... В общем, есть два пути, что делать с ЕГЭ. Сейчас обсуждаем школьное образование. То есть ЕГЭ можно повысить уровень. Ой, как я написал ЕГЭ? ЕГЭ. Баба ЕГЭ. Да, баба ЕГЭ. Это же математика, это не русский можно, да? Можно повысить, тогда значимость Олимпиад падает, потому что меньше народу станет поступать... Ну, парень, да. Сможет поступить по ЕГЭ. Значимость Олимпиад падает и, скажем так, какой-нибудь несознательный парень, какой-нибудь... Ленивый. Ваня, которому... Как все-таки это действует? Я чуть-чуть торможу. Я, кстати, тоже, да. Я немножко торможу. Вот смотри, допустим, ЕГЭ стал сложнее. Мы прибавили просто одну задачу. Нет, сделали сложнее. Те же, такое же количество задач... Ну, и места по Олимпиадам останется столько же. Нет, места по Олимпиадам останется столько же, просто меньше людей будет ЕГЭ очень хорошо писать. Вот, конкурс, ну как бы. И... Потолок будет ограничен, ну как-то, жестко будет перепрыгнуть. Ну, хорошо, но... Нет, ну, здесь же это не так работает. Дело в том, что мест по Олимпиадам их фиксированное число. И по ним в любом случае будет поступать фиксированное число. Скорее, именно этот вот показатель важен. Сколько мест... Это чисто, как бы... Ну, понизит количество по Олимпиадам в таком случае. Нет, это же просто задается императором. Ну, то есть, это не зависит от результатов ЕГЭ. Просто вот сколько написало людей там, вот сколько мест есть там по какой-нибудь Олимпиаде по Всеросу, столько и будет поступать по Всеросу. Если 40 человек, то... Другое дело, что, может быть, просто те, кто сейчас занимается Олимпиадами, пойдут в ЕГЭ, но это, в общем, не тот эффект, которого мы ожидаем, наверное. Нет, просто людям, которые преподают в МФТИ, там, на МИФМАТе, будет, ну, не жалко взять человека, который круто написал сложный экзамен. Хорошо, это повысит конкуренцию среди тех, кто поступает по ЕГЭ. Но это не уменьшит число поступающих по Олимпиадам. Оно уже фиксировано. Оно фиксировано просто, ну, там, законом, этим самым регламентом и всем остальным. Вот в чем дело. То есть, грубо говоря, в регламенте написано 30% поступает по Олимпиадам, 70% по ЕГЭ. Мы делаем ЕГЭ сложнее, мы повышаем конкуренцию среди тех, кто сдает ЕГЭ. Не, а сейчас там поступают на некоторые факультеты 100% по Олимпиадам просто. Да, и будут поступать 100%. Потому что все равно, если у них Олимпиада, то они идут впереди ЕГЭ. Ну да, но можно сделать, что по Олимпиадам вот эти вот 30% поступают, а остальные, если ЕГЭ сложнее. То есть, это только часть реформы. То есть, это получается снизить квоту по Олимпиадам. Но это как раз, по-моему, то, что не нужно делать, а нужно делать, ровно наоборот, как мне кажется. Как раз нужно именно делать, может быть делать олимпиады… Вот, может быть, лучше сделать другое проще. Имейте в виду, что Олимпиады сделать проще, сделать много простых Олимпиад. Сделать просто Олимпиады, которые будут где-то между современными Олимпиадами, рассчитанными на реально вот таких выпускников физматов, и обычными что-то, между этим. Может быть, даже добавить какой-то 3 уровень ЕГЭ, Я не знаю, назвать его как-то по-другому. Не единый государственный экзамен, а там единый государственный сверхэкзамен. Я не знаю, в общем, ЕКС сделать. Что-нибудь вот такое. Единая государственная олимпиада. Единая государственная олимпиада. По-моему, вот это было бы интересно сделать. То есть, какой-то промежуточный этап. Вот сюда вот что-нибудь впихнуть для талантливых ребят, для которых ЕГЭ это слишком просто, которым неинтересно заучивать эти стандартные 5C-шных задач. Я тоже помню, когда готовился, учил, что стандартные цешные задачи, не говоря уж там обычных, хашных, я же не знаю, как там устроено сейчас. А с другой стороны, ну, олимпиады, они, естественно, не для всех, тем более по математике, одно дело там какая-нибудь экономика, которая в сто раз проще, ну, олимпиады по математике, серосы, это, ну, там, я бы никогда в жизни не мешал. Ну, для сверху. Да, понятное дело, и вот между ними что-нибудь сделать, побольше сделать вот этих вот, серос, понятно, это там, ну, такое суперэлитное, особенно по математике, это там для супер-супер-супер, да, ЕГЭ – это вот такое базовое для всех, да, а вот между ними что-то сделать, да, опять же, к которому смогут подготовить, там, школьника и в Астрахани, и в Краснодаре, еще где-нибудь, да, для чего не нужен какой-нибудь суперкрутой препод из Сириуса, да, ну, значит, там нужно несколько преподов на город, например, там, несколько преподов на всю Астрахань, несколько преподов на всю, не знаю, что там еще, Краснодар. Ну, да, но при этом баланс надо соблюдать между шаблонностью и оригинальностью. Ну, типа того, типа того, то есть, как бы, все гении не могут быть, все не могут писать серос. Так вот, то есть, ну, все-таки у человека есть какие-то определения, да, понятное дело, что невозможно там, даже если человек не родился тонантливым к математике, вы его там, какие его угодно условия посадите, он все равно, значит, серос по математике не напишет никогда в жизни, да. Вот, и с другой стороны, да, ЕГЭ все-таки это стандартное должно быть, ну, потому что инженер, там, грубо говоря, который будет работать, не знаю, там, на маслобойном заводе, ну, не нужно ему знать, там, не знаю, какие-то крутые вещи. А вот между ними что-нибудь сделать, да, это было бы, по-моему, очень хорошая идея. Как мне кажется, как мне кажется, что-то промежуточное, вот для того, чтобы ребят, вот что-то среднее между шаблонностью, действительно, и оригинальными, каждый раз меняющимися задачей. По-моему, это было бы разумно, нет? Я не знаю. Честный ответ. Вот, не знаю, это просто предположение? Честный ответ, что я про это не думал, я скорее, ну, скорее в этом месте уже начинается, вот, как бы, что такое реформа? Да, реформа, действительно, ну, как бы, какие-то изменения успешные, если все, кто в теме, соглашаются с ними. Ну, порядка, да, понятно. То есть, если там, вот здесь я не понимаю, если найдется там еще два человека, которые столь же убедительно будут говорить, что это неправильно и что… Ну, понятно, да, понятно. Это как гипотеза. Не знаю, да, то есть, это надо обсуждать, вот это вот то, что надо обсуждать, это то, что если я буду министром, я соберу команду, серьезно, и она будет обсуждать, прям сидеть, я буду слушать всех. Вот сейчас я вижу проблему, что ЕГЭ в прошлом году дали просто вообще элементарный, и все написали хорошо, и там у всех сотни баллов. Не, может быть, просто надо добавить, добавить гроб. Вот в ЕГЭ добавить один гроб, нормальный гроб. Просто и все. Три. Три гроба. Вот то есть, что люди привыкли делать тринадцатую, пятнадцатую, семнадцатую. Дайте эти три задачи гробовые, чтобы они не смогли их сделать, и дальше уже начали выкручиваться. И кто выкрутится, тот вот… Да, понятно. Может быть, даже просто менять эту тематику заданий. Ну, вообще, да. Чуть новенькое дать. Просто новенькое. Сто баллов, действительно, в норме, конечно, если уж профильное, мы говорим о профильном, это уже шаг к олимпиадам. С другой стороны, сто баллов – это, в общем говоря, плохо, потому что это означает, что человек просто готовился тупо к игре. Ну, вот, если нет таких серьезных, знаешь, гробовых. Да, то есть, это означает, что человек просто тупо… Если гробовые есть, то сто баллов – это тоже олимпиада, да, это перетекание в олимпиаду. Не, вот пусть на сто баллов пишет… никто не пишет на сто. Вот тогда это будет достойно. Это, в общем, то, что я говорю, да, это просто как бы ввести в базовый уровень вот это вот среднее, да. Это как вариант, да, можно действительно сделать единую государственную олимпиаду, а почему бы и нет? В конце концов, а почему бы и нет? То есть, это можно сделать технически разными вариантами, здесь главная, как бы, общая идея. Но, опять же, здесь, конечно, могут дойти и контраргументы, да, можно сказать, что… Ну, любое усложнение системы, да, оно, в общем, плохо, да, значит, система должна быть максимально простой. С третьей стороны, у нас и так сейчас уже этих олимпиад гигантское количество, в них разобраться там, ногу сломишь. То есть, как бы, нельзя сказать, что у нас сейчас очень простая система с этим совсем. Не, ну, вот ничего не меняя, просто ввести в ЕГЭ сложную одну-две задачки, по-настоящему сложные. Или расширить сектор тем. Пусть тем будет побольше. Да, тогда подготовка к ЕГЭ уже будет, естественно, означать, что ты просто математикой занимаешься. Ну, с другой стороны, ЕГЭ стали за последние годы лучше, но это правда. Да, да, лучше. Они стали лучше. То есть, я когда сдавал, я помню даже ЕГЭ по литературе, там было тупо тестовые вопросы. Ну, там сочинение, там куча тестовых вопросов. Сейчас, по-моему, там вообще нет тестовых вопросов, ну, что, в общем, наверное, разумно. Зачем ЕГЭ по литературе тестовывать? То есть, ну, кому важно помнить, там, не знаю, в какой, не знаю, в каком мундире вошел там князь Андрей на бал? Да, ну, что это, зачем это знать, да? То есть, вопрос-то не в том про литературе, да. Вот, то есть, в общем, оно становится лучше понемножку, понемножку, да? Опять же, мы вот говорили в той исчезнувшей части нашей, да, что в основном не за счет тех, кто сидит наверху, а за счет тех, кто... Нет, наверху вообще, как бы, нет, на школьном уровне наверху там сидят, на самом деле, ну, кто сидит? Ваня Ященко, это мой знакомый хороший. То есть, как бы, тут я ничего плохого не скажу, в общем, ну, там, есть какие-то разногласия в чем-то, но суть в том, что я там... Мне вообще кажется, что в школе, я бы не сказал, что в школе что-то происходит как-то особенно плохо. Да нет. У нас выпускники там в любой бус мира поступают, да? Ну, конечно. То есть, я бы не сказал, что это просто вот какой-то мастер вопрос, да? Вот здесь плохо. Есть международные эти самые тестирования, Teams, PSE. В Teams мы вообще хорошо там чуть ли не на первых местах оказываемся, по математике и по физике особенно, да. В PSE похуже, но... Ну, там еще вопрос, кто, да, судьи, кто еще надо смотреть. И там, да, PSE и там есть... Если мы средний уровень смотрим, мы будем вряд ли хорошие, потому что там какие-то западные страны ставят задачи, вот ценой того, что у них вообще нет отредительного сегмента, просто нет. Они поднимают базу, да. Финская база. Ну, а как ты потом, как ты будешь бороться, если ты, если они впаривают это квадратное уравнение, всем до единого там, пока все не поймут. А остальные умирают и вешаются от тоски, кто там умный. Ну, конечно, ты средний уровень не побьешь. Мы про это говорили, да. Финны, они просто что подумали, да. Зачем нужно ставить такую задачу? Да, просто финны, они подумали, что умные все равно все уедут в Швецию. И зачем тогда учить их? Ну, это нормально. Мы решили, что давайте будем учить средних, чтобы все не уехали умные. Ну, это уже, это уже как бы теория, это уже гомеостаз, это понятно. Это теория обратного тока прогресса. Ну, как бы это уже из серии, мы законсервировали все. Ну, как бы мы не можем себе этого позволить, даже если бы мы это очень хотели. Потому что если у нас не будет элитного сегмента, нас тупо разбомбят. Ну, это простите уже как бы очевидно совершенно. То есть я как-то, я не могу обсуждать это всерьез с людьми, которые говорят, кому мы нужны. Я не могу это всерьез обсуждать. Потому что вся история русской империи состоит в том, что мы постоянно кому-то нужны. И против этого не попрешь, ничего не возразишь. То полякам нужны мы, то французам, то немцам. И все. Поэтому нам нужен элитный сегмент. Точка. Он у нас будет. Ценой базового, да, ценой базового. Базового будет хуже немножко. Ну, то есть я бы сказал, что в школе в этом плане все хорошо. Ну, так. В школе плохо только одно. В школе плохо это отчетность учителей. Кстати, сегодня буду писать. Вот это реально очень плохо. Я сегодня буду писать программу, честное слово. Иду вечером, буду писать программу. Мне уже страшно. Ну, программу писать это хорошо. Ну, программу, понимаешь, ну, не знаю. Это как бы уже там переходят все границы, которые мы с вами. Ну, примерно. Или это точно прям... Там нужно писать строго по шаблону. Совершенно. Я буду просто писать туда... Не будет иметь никакого отношения к тому, что я буду писать сейчас. Да нет, там полно. Полно. Нет, отчетная школа. Это никому не надо. Это просто... Никому. Отчетную школу просто отменить и равно убрать. Навсегда просто убрать. Ну, да. Я понял. И очень все просто. Но на год, по крайней мере. Полная заморозка всей отчетности. Вот. Проблема начинается выше, потому что с наукой уже как бы... Как ты ею руководишь, это важно. Школьник у тебя все равно здесь будет учиться. Он не уедет за рубеж на школьном уровне. А здесь мы как бы... Мы же со всем миром должны как-то конкурировать. И вот здесь эта отчетность нас просто... Вот реально кажется, что это преступники настоящие. Что это вредители просто там. Просто. Ну, вот особенно те, кто вот гранты до ноября не дает. Да, там потом эти там всякие там... Вот такие... Вот такие типы бумаг по федеральному университету. Это что? Это вообще что? Это не вредительство. Это просто прямое вредительство. И вот этих людей, конечно, нужно там сместить всех целиком. Я вот, кстати, хотел... Я провел один вебинар для МТС. У них там есть курсы. Я у них тоже, кстати, вел. Не там, а просто я там приезжал. Вот. И я чтобы провести один вебинар, ну там полтора часа, но мне к нему готовиться вообще ничего. Мне пришлось съездить к ним, подписать это. Потом до того я высылал им бумаги, они там у себя что-то договор составляли. Короче, мне кажется, вместо там полутора человек часов, который чисто я мог потратить на это все дело, там бухгалтера, администраторы. И вот суммарно, если все посчитать, сколько мы потратили, ну часов 15. Слушай, я тебе дам ноу-хау. Я этим не занимаюсь никогда. Если меня приглашают провести занятия, я говорю, да, только при одном условии. При каком эликсировании? Наверное, сейчас денежные требования? Нет. Я говорю, то, что вы написали, денежные требования меня вполне устраивают. Я сделаю не более 10 подписей. И больше ничего. Это Фейнман говорил, я проведу урок в школе, если нужно сделать не более 12 подписей. А в Америке то же самое было. Они прошли через это хозяйство 70 лет назад. Вот через вот это все. У них был тоже коллапс вот этой управляемости. И он вот 12-ю подпись он ставил уже с улыбкой на лице. Но все-таки как-то 13-ю удалось отменить директивным приказом кого-то. Вот. Я просто говорю, я приеду и поставлю в нескольких местах подпись. И больше я не делаю ничего. Вам нужно договор составлять. Вот вам все мои документы. У меня пачка лежит, папочка. А, подготовленная. Да, для всех. Значит, вам нужно там вот дальше как бы... Ну, у меня есть друг, он ИП. Я не ИП. Все остальное он берет просто. Как бы все переговоры. А, ну да. Ты же, наверное, сам ИП, да? Да, я ИП. А. Ну, все, я понял. У меня просто все делает ИП. Мой один друг. А, на него все оформлено. Фактически все у него падает, да. Но я просто, я приезжаю, ставлю подпись, провожу занятие. Больше никакого взаимодействия нет никогда. Ну, иначе бы я просто умер. Ну, да. Я просто не могу. Это невозможно. Ну, как бы, а так, как бы на уровне вот... Ну, я вот что не понимаю. Ладно, здесь там мы, допустим, можем, если мы станем министрами. А кто это уберет из всяких там Яндексов и других компаний, где это разводится? Что происходит? Да, по-моему, это просто обезьянничание. Ну, просто все копируют то, как это устроили. Вот это просто безумие. Вот это я не знаю, что делать. Это же без дела у нас. Это же просто империя отписок. Это бесконечное. А сколько делает, например... Ну, хоть тут бы вот... Есть европейский университет в Санкт-Петербурге. И они посчитали, сколько участковый должен тратить времени на бумажки, если он честно будет их заполнять. И у них получилось, что в среднем день участковый должен заполнять бумажки 6 часов. Ну, при том, что у него рабочий день 8 часов. Ну, то есть, как бы... Ну, вот что... Я не знаю даже, что сказать. Что с этим делать? То есть, например... Просто грохнуть все сразу, всю отчетность... Ну, вот там есть правило, что, например... Я не знаю. Каждый день нужно заполнять, значит, отчетность радиодозометрическую. То есть, он должен смотреть на показания, значит, этого самого дозометра, и, значит, вписывать в этот самый... В графу определенную. Естественно, никто... Да, мы что-то как-то раз... Разговорились. Да, мы рассказали, что у нас... Мы пришли к чему? Что мы можем прибавить к ЕГЭ еще одну-две очень сложные задачи, да? И тогда действительно будет интересно, потому что сотню не будет получать почти никто, Но это как и на Суперолимпиадах, да. Это математика, физика, а в некоторых предметах, в общем, это довольно сложно, если взять какую-нибудь историю... А вот здесь я вообще пас. Ну, в том-то и дело. Я вообще в других предметах пас. Проблема-то заключается в том, что, скажем, ЕГЭ по истории будет проверять школьный учитель. Сможет ли он, значит, если там ученик ответил как-то умно на сложную задачу, сможет ли школьный учитель вообще в провинции где-нибудь, глубоко в провинции понять, что такое... Но да, даже с математикой проблема сущает. Да, даже с математикой, хотя в математике там понятно более-менее решение. А там история, там вообще нету правильного ответа. А там даже нету правильного ответа. Кину даже в сторону правильного. от базового решения местные начинают. А в истории вообще нету правильного решения, там буквально то, что значит в этом самом каком-нибудь сочинении считаю, там вообще не интересно, ни мысли какие-то высказал, ничего. Там строго соответствует ли твое сочинение структуре, которая забрана, все. А есть твои мысли, нет? В конце концов, в другой стороны, а можно ли дать обычному школьному учителю проверять, есть ли там правильные у тебя мысли или нет. Попадется тебе там учитель, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, марксист или, например, депшиза или еще кто-нибудь, не знаю, ну кто угодно. Либертарианец, фашист, да, и так дальше. И он прочитает и от злости напишет, что а у тебя другие взгляды. Да, не очевидно, но у нас проще. У нас проблема просто в том, на самом деле, если так вот по чесноку, у нас проблема главная в том, что на всех гениальных школьников России не хватает грамотных учителей. Обычные ЕГЭ проверяют обычные учителя. Но эта проблема, она к ЕГЭ не относится, она просто есть. Если мы отменим ЕГЭ, она все равно будет. Это я согласен. Понятно, да? То есть есть проблема, ну, ну, слушай, какой-нибудь там, какой-нибудь там в Финляндии скажут, блин, вы бы хоть молчали, да? У вас такое количество классных учителей, да? Понятно. Ну, или где-нибудь еще. То есть мы это, это мы как бы в идеале хотим, чтобы каждого гениального школьника России научил гениальный учитель, да? Понятно. Это в идеале, да? Ну, конечно, в реальности мы сравниваем с реальным миром. В этом смысле у нас, конечно, все достаточно хорошо. Наверное, да. На самом деле, я в этом плане оптимист. Вот если эту всю братью нахрен уволить и там пересажать воров, которые эти доски ставили... Мы бы уже ограничились, да. В непопавшем мы предполагали, как бы, больше... Всех пересажать. Да, всех. Теперь только воров. Теперь только воров. Мы решили, да, чтобы... Это нам был знак, чтобы... Да-да-да. Вот. То есть, как бы, и все будет хорошо, в общем, совсем хорошо. Вот, я думаю, что после вот этого пункта все будет так хорошо, что вообще весь мир вдруг обосрется просто, как будет хорошо у нас. На этой мажорной ноте мы... Мы... Ха-ха-ха! А-а-а! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот... Всё... Три богатыря! Всё, спасибо, что были тогда сегодня с нами. Отлично, да! Давайте, друзья, пожмём друг другу руки, будет... С 3-х по 2... Рука пожать, и то есть 3. Всё! Субтитры создавал DimaTorzok